дорогие друзья я рад всех приветствовать мы с вами начинаем наш подарочный праздничный новогодний вебинарчик новогодняя трансляция как моим партнеры написали тут если меня видно и слышно поставьте пожалуйста плюсики так вот я себя уже вижу уже пошло хорошо ребят плюсики в чат если нормальную у нас качество связи если вы меня видите и слышите а если вдруг кто не видит и слышит обновите страничку хотя нам уже написано обновиться у кого-то десяточка это плюсик у кого то он минусе но у большинства людей смотрю полетели плюсики ура ребят значит видно и слышно отлично я знаю что у нас здесь с вами уже достаточно много и это очень хорошо хотя народ еще собирается ребят если вдруг о давайте сделаем вот чего начнем все таки у меня к вам такой вопрос а есть здесь много людей которые меня не знают мне хочется понять тратить ли мне время на то чтобы представиться немножко поговорить о себе вот если вдруг кто-то может слышал александр перевезенцев я такой вот и если кто не знает поставьте пожалуйста минусики в чат если минусиков не будет достаточно много то не будем мы на это время тратить а пойдем дальше он николай пишет что перевезенцев я с тобой хорошо и он пишет салам всем кто не списать ребята сколько у вас времени сейчас кто в каком городе и сколько у вас времени может быть у кого-то совсем поздно уже у меня сейчас 10 утра всем привет из нью-йорка вот у раисы большой большой минус я вижу еще минусиков два штуки так ладно раз минусики есть буквально несколько секунд подвод сочи у нас тут есть екатеринбург привет родина я с екатеринбурга родом кастанай привет новосибирск барнаул как много нас из разных разных регионов ребят двух словах о себе я предприниматель я занимаюсь бизнесом уже 18 уже почти 19 лет будет скоро и за это время я занимался и традиционным бизнесом и сетевым бизнесом наверное больше всего имею известность именно как сетевой предприниматель потому что в четырех компаниях был либо лучшим либо одним из лучших а после этого на пике карьеры открыл собственную компанию был соучредителем и эта компания на сегодняшний момент не побоюсь этого слова является наверное одной из самых мощных компаний на постсоветском пространстве но после всего вот этого длинного карьерного пути я ушел в свободное плавание переехал в америку и сегодня такая свободная жизнь а вебинары и тренинги это наверное все таки от души ибо если тебе бог дал что-то знания навыки ты прошел какие-то трудности теперь хочется этим делом поделиться потому что это может быть действительно полезно огромному количеству людей и может сделать вашу жизнь ваш бизнес легче успешнее радость не эффективнее и моем тренинговом центре моего имени есть несколько потрясающих тренеров ребят профессионалов которые абсолютно мощные серьезные профессионалы в разных сферах и сегодня каждый из них и я в том числе подарим вам буквально по 20-30 минут ну наверное даже по 20 минут своего эфирного времени причем без каких-либо продаж мы сейчас это дело не для того чтобы вам рассказать про то какой у нас классный тренинговый центр хотя он у нас классный и врата у нас волшебные тренинги вы можете их купить это будет все потом это будет уже в новом году а в этом году мы хотим с вами поговорить о полезностях и абсолютно бесплатно в подарок на различные праздники а праздников у нас много ну начнем наверное с самого массового это новый год ребят кто празднует новый год плюсик в чат кто любит новый год для кого это праздник сегодня ну не может быть уже сегодня и он уже там бутылки с бокалом начал праздновать но нет а вот просто у кого праздник для кого праздник новый год тех с праздником а если у нас здесь присутствует а я из нью-йорка здесь абсолютно много множество религий множество людей у нас сейчас закончился закончилась это святой праздник около святого у меня здесь сидит человека для кого это праздник тоже happy ханука закончился праздник хануки так что тоже с этим праздником а если вдруг у нас есть здесь ребята кто относится к католической церкви ребят католиков с рождеством наступающим который уже состоится буквально через два дня ну вот смотрите сколько у нас праздников и с этими всеми праздниками мы вас радостно поздравляем и дарим вам от нашего тренингового центра различные полезности выступать у нас сегодня будет четыре спи 4 4 спикера вместе со мной первый спикер с вами поговорит о фишках в семейной жизни о фишках в личных отношениях второй спикер поговорит с вами о социальной инженерии о том как классно продавать себя о том как классно наводить контакты в социальных сетях и так далее причем это мощный специалист в этом деле это наш новый тренер люди кто из нашего тренингового центра вы его еще не знаете но вот скоро узнаете я еще представлю потом с вами поговорит максим о технологиях связанных с гипнозом самогипнозом правильными состояниями переходом в нужные состояния в общем спикеры готовили для вас выступление от души и о чем конкретно они будут говорить они вам расскажут сами я же вам в конце поговорю про рекрутинг про фишки которые связаны с тем чтобы ваш рекрутинг если вы занимаетесь сетевым бизнесом вышел на более высокий уровень профессионалы увидят свои какие-то ошибки которые были созданы увидят как обучать новичков новички увидят все свои ошибки самые главные фишки которые позволят вам перевести на новый уровень свой рекрутинг первым сегодня у нас вступает в наше праздничное поздравление дарения мой потрясающий друг человек который является наверное одним из лучших психологов по моему убеждению потому что он это делает настолько легко настолько красиво и виртуозно что это невозможно это не может не работать это работает потрясающе на любого человека а уровня потому что у нас дмитрий васильевич имеет даже награды от самого владимира владимировича смотрите от президента страны в наград награды за вклад в развитие молодежи а у димы свой тренинговый центр на протяжении уже по моему 25 лет дим поправь меня если я чуть не так говорю и самое главное наверное для меня и самое приятное дима был моим первым тренером тренером по психологии тренером по нлп и благодаря этому человеку во многом благодаря этому человеку состоялся мой успех в этой жизни дим тебе слово приветствую всех причем как всегда души весело здравствуйте я сам не хотел но они заставили они сказали что у них праздник значит и мне велели одеть шапку кота вот но ладно на самом деле я у себя в деревне я только сейчас вот откатался на лыжах и у меня вообще очень такое праздничное настроение вот к сожалению мой котик который живет в деревне куда-то удрал мне пришлось одеть шапку кота а сегодня я буду говорить про это то как мы можем использовать знание об нлп вот смотрите не само нлп а знание о нем в отношениях особенно ну сейчас вот такой непростой период для людей наступает да там десять дней с семьей праздники все дела но мы же знаем что нам иногда тяжело с нашими ближними вот и мы не всегда можем как-то так организовать свою жизнь чтобы нам с ними было всегда радостно и всегда хорошо и я начну с самых основ нлп да то есть вот что в свое время выяснили те кто начал изучать нлп когда начали описывать эту модель есть три способа воспринимать реальность да у людей это видеть что-то слышать что-то и что-то ощущать на себе да так вот и люди все да не только я там но и другие люди кто-то визуал кто-то аудиал кто-то киноэстетик плюс минус в разных условиях в разных ситуациях но тем не менее и если у вас там есть близкий человек да всегда очень внимательно относитесь к тому как он проявляет себя что он по отношению к вам делает когда он вас любит да когда у вас есть какие-то отношения когда он вас любит он в основном там прикасается к вам да там гладит обнимает целует или еще что-то и вот тогда с некоторой небольшой долей вероятности да ну достаточно большой на самом деле мы можем допустить что этот человек киноэстетичен то есть он любит прикосновения соответственно если человек в основном говорит о том что он вас любит или говорит какие-то там красивые вещи читает стихи еще что-то да то скорее этот человек аудиален то есть для него очень важно говорить и слышать что-то про отношения и третье то что может быть да человек просто смотрит на вас как на картинку то есть он всегда восторгается и любуется какой вы красивый какой вы там замечательный как красиво вписывайтесь в интерьер квартиры да как говорила моя бабушка дом уютным делает скатерка кошка и мужчина в кресле то есть вот с точки зрения интерьерности вот это вот так вот должно быть расположено соответственно ой мне тут что-то столько сообщений хорошо соответственно у вас будет время и возможность понаблюдать за своими близкими что они делают и как они делают как они выражают свое отношение к чему бы то ни было и тогда вы как человек который вдруг зашел к нам на вебинар решил это все посмотреть а еще вдруг там занимался нлп вместе с нами тоже можете понять что для человека очень важно получать информацию в его канале если он кинестетик то вы ему можете вообще ничего не говорить практически очень важно чтобы вы к нему прикасались трогали гладили делали массажик там делали массаж стоп если кто-то смотрел это кино он сразу сейчас улыбнется вот если человек любит картинки ну то ваша задача организовать для него максимально красивую картинку его да то есть рассказывать ему какой он классный привлекательный как он вот здесь вот фоточки а ну сейчас есть фотографии можно же человеку раз прямо показывать какой он красивый и третье можно ему что-то говорить если он аудиален причем ребят очень важно ваша модальность может не совпадать с модальностью человека очень частая ситуация у меня на консультациях когда приходят ко мне люди и говорят о том что мы не понимаем друг друга мы не слышим друг друга либо там мы не чувствуем друг друга и даже уже здесь вот с этих слов кто что говорит кто-то говорит мы не видим кто-то говорит мы не слышим кто-то говорит мы не чувствуем уже вот с этих слов начинается разница и уже с этих слов я обычно внимательно прислушаюсь к тому что представляют из себя эти люди Я понимаю, что в отношениях не принято спрашивать, а как тебе классненько Мы как-то вот по накатанной, да, вот мы когда-то влюбились в этого человека Возможно, мы, может быть, недавно начали встречаться И мы прям вот начинаем транслировать свою реальность Не реальность этого человека, а свою реальность Например, мне лично нравится, когда меня трогают Мне прям вот трогать, трогать, трогать Я очень трогательный человек И я, если бы не был нелпером, да, и тренером Я бы вот к другому человеку тоже прикасался И мне бы казалось, что вот это вот любовь И что вот это вот выражение любви Но я, во-первых, долго живу Во-вторых, долго занимаюсь НЛП Ну и вообще психологии Поэтому я всегда узнаю, а какая реальность там у человека Стоит за вот моими представлениями Кому-то надо говорить И прямо много, долго, красиво и развесисто Кого-то надо трогать Разно, по-всякому Там посильнее, помягче Поглаживать, пощипывать и так далее А кому-то достаточно показать красивую картинку Смотри, как ты здорово выглядишь Смотри, как вот здесь вот мы красиво выглядим И так далее Тут есть первый вопрос Бывают ли универсалы? Крайне редко Я думаю, как и каждая мутация Они, конечно, бывают Но вот в основном здесь люди более-менее делятся Так вот, к чему бишь этот спич был предыдущий? К тому, что у вас будет возможность Поэкспериментировать со своим любимым человеком Если вы этого никогда не делали Если вы никогда до этого не выясняли Кинестету на аудиал или визуал Вы можете поприкасаться к человеку И посмотреть, как он реагирует Что значит посмотреть, как он реагирует Если вы гладите человека А он бежит на кухню за скалкой Берет скалку и бьет вам по пальцам То, наверное, он не кинестет Возможно Ну, или ему просто нравится бить вам скалкой по пальцам Если вы что-то говорите человеку Там, красиво, там, не знаю Цитируете каких-то авторов Там, читаете стихи о любви А человек, ну, разве что не зевает в этот момент То тогда мы можем предположить Что это все-таки не аудиал Ну, и, соответственно Если он прям ушки развесил Вот есть такая детская песенка, знаете Там, уши развесили Встали в хоровод Весело-весело Встретим Новый год Вот, это как раз про то, что Если человек вас слушает Вы попали Ну, и Если вдруг вы можете предъявить Своему партнеру красивую картинку Просто вот Сказать Вот то, что я сейчас вижу Это очень красиво Там, линии Цвет Формы Все, что угодно Единственным Неудобством здесь Бывает то, что ваша модальность Не совпадает с модальностью партнера И вот тут начинается все Как у меня на приеме Когда женщина говорит Он меня не чувствует А мужчина и говорит Ну, как же я ее не чувствую Да, я ей сколько раз говорил уже Что я ее люблю И Чувствует это про тактильность Это про то, как вот потрогать Потискаться А говорил Это про аудиальный канал Про то, как Вообще По-разному Два человека Встретились Какое-то время Даже жили вместе А потом у них Начинаются Вот эти вот Нескладушки На тему Как же так Я же Думала, что мы будем Всю жизнь Друг друга любить А он меня даже не трогает Или там Трогает только В определенных Местах Спас от Елены Если не одного Из трех Тут, вы знаете Я прям завис Очень сильно Потому что Если человек Не слушает Не видит И не чувствует То с некоторой Долей вероятности Он умер Или он Настолько умный Что у него Давно отключено Там аудиальные Киностетические И визуальные Модальности И у него есть Диджитал модальность То есть он очень умный Ну Всегда помогает Такая идея Что Дигиталов Очень легко Обманывать То есть Если вы Скажете Дигиталу Что вы Сегодня 174 раза Ему сказали Что любите 1522 раза Погладили И Несколько раз Там Не знаю 171 Любовались Как он красиво Там сидит Ест Читает Считает То Диджитал Поведется Вот Ну И всегда Проверьте Елен Если Человек Не Отзывается На прикосновения Не отзывается На комплименты И не отзывается На визуальные Раздражители Может быть Он умер Его надо просто Палочкой потыкать И там Ну как-то До нового года Решить эту задачу Это такая Первая часть Того Что я хотел Рассказать Вот По первой части Ребят Есть вопросы Или нет То есть У вас будет Возможность 10 дней Экспериментировать Со своими близкими На тему Кто же они На самом деле Когда празднуют Новый год Да То есть Вот Ну Вообще Причем Как вы понимаете Эта штука Работает Не только С межличностными Отношениями Да То есть Не только Мужчина Женщина В смысле А с детьми То же самое Себя Александра Определять Не надо Пусть этим Занимается Тот Кто вас Любит И пусть Он Тут для вас Важнее Определяйте Всегда Другого Человека А Про себя Попробуйте Представить Что Вам Приятнее Всего Да То есть Что для вас Будет Отношение Ну То есть Выражением Отношений Близости Такой Да Настоящей А Кто такие Дигиталы Это от английского Digital Считать Соответственно Дигиталы Это те Кто Все Подсчитывает И все Переводит На язык Цифр И такой Физико Математический Язык Ну Это такие Очень Умные Суслики И как Всякие Умные Суслики Они получают Бампером В лоб Если Человек Говорит Что он Что-то Не чувствует Попробуйте Либо Картинки Предъявлять Либо Говорить От Алексея Дедова Вопрос Как На переговорах Быстро Понять Кто Собеседник Ну Давайте Сразу Да Те Кто Был У нас На Первом Цикле НЛП Мы Там Прямо Учим Определять Людей Кто Они Такие А Пока Ну Вот Такое Вот Некоторое Посмотрите Во что Он Одет Если У него Мягкие Натуральные Ткани Свободный Покрой Более Менее Одежды И Он Делает Себе Изо Всех Сил Удобно Для Туловища То Это Скорее Всего Кинестет Если Везде Висят Красивые Фотографии Эстампы Картины И Там Сделан Прямо Офис Офис То Это Скорее Визуал И Если Человек Внимательно Прислушивается Если Для него Прямо Звук Подвигаемого Стула Прямо Такая На лице Гримаска То С Некоторой Долей Перед Вами Аудиал Так Про Первую Часть Рассказал Теперь Следующая Вещь Ребят Я понимаю Что Сейчас Перед Новым Годом Все Так Высунув Языки Немножко Заканчивают Работу Но Тем Не Менее Есть Есть Еще Одна Очень Важная Вещь Касающаяся И Детей И Вас В Отношениях Это Просто Из Опыта Работы Это Уже Не И И И Отношениях Какого Прямого Лобового Отношения К НЛП Это Скорее Про То Как Можно Делать Вообще Свою Жизнь Чудесной Нас В жизни Сейчас Отвлекает Масса Вещей Телефоны Социальные Сети Еще Что То Вы Делите Себе 15 Минут В день Когда Вы Просто Будете Находиться Рядом Друг С Другом С Отключенными Телефонами С Выключенными Социальными Сетями С Выключенным Телевизором И Вы Просто Находитесь Рядом Друг С Другом То Вы Спрашиваете У Ребенка Во что Мы С тобой Будем Играть Там Я Сейчас Полностью Твоя Или Твой И Придумывай Чего Будем Делать Вот В эти 15 Минут И Эти 15 Минут В день Должны Быть Священным Временем Только Вашему Только Ребенка Если Ребенок Скажет Вы Лошадка И Гуго То Вы Лошадка И Гуго Если Ребенок Скажет Что Сейчас Мы Будем Стрелять Из Рогатки По Воробьям Вы Берете Рогатку И Стреляете По Воробьям Если Ребенок Скажет Что Мы Берем Спички И Идем Поджигать Кремль В принципе Можно Но Скорее Всего Не Получится Если Там Ребенок Хочет Играть Солдатиков И Играйте В Солдатиков Если Наряжать Солдатиков В Платье Наряжаете Солдатиков В Платье То же Самое По Поводу Любимого Человека Это Очень Странный Вопрос Когда Вы Подходите К Любимому Человеку И Говорите 15 Минут Я Буду Делать Только То Что Ты Хочешь Сначала У Человека Бешеный Ступор Как Иди Помой Посуду Нет Ты Не Понял Только С тобой Эти 15 Минут Все Что Ты Хочешь Он Так Ну Вот Я Очень Давно Хотел Чтобы Ты Массаж Например Сделала Или Еще Чего Нибудь И Это Тоже Такая Может Быть Ежедневная Практика Такая Очень Серьезная И Она Очень Меняет Отношения В Лучшую Сторону То Есть Просто Вы 15 Минут Делаете Для Человека Все Что Угодно Это Такой Мой Новогодний Подарок Для Вас Я Про Эту Практику Очень Не Часто Говорю Ее Могут Делать Только Очень Смелые Люди Отчаянные Я бы Даже Сказал Но Те Кто Начнет Это Практиковать Будет Круто Так Ответы На Вопросы Дмитрий Если Он Использует Слово Не Чувствую То Возможно Что Он Кинестет Человек Чаще Всего Говорит Не Чувствую Он Именно Кинестет И Он Именно Не Чувствует То Это Не Будет У Него Эмоций И Вы Понимаете Что Рассказывать Что-то Для Кинестета И Рассказывать Что-то Для Визуала Это Очень Разные Слова Поэтому Вот Как-то Так Скорее Всего Он Кинестет И Тогда Ему Надо Позволить Взаимодействовать С тем Трогать Гладить Вот Только Кинестет Возьмет В руку Телефон И Почувствует Как он Лежит Насколько Ему Удобно Неудобно Дотягиваться Пальцами До Клавиш Или Еще Что-то У меня У одного Дима Как-то Резко Исчез В конце Дима Ты Куда-то Резко Исчез Я Сам У себя Резко Исчез В конце Это Был Знак Свыше Что Пора Заканчивать Пора Закругляться Судя По Времени Мы Тебя Можем Слушать Все Два Часа Кстати Хорошая Идея Можно Захалявить И Все У меня Шапка Котика Она Меня Спасает Ты Не В домик Ты В шапке Котика Я В шапке Котика Все Я Не могу Ничего Делать У меня Лапки Железные Волшебные Спасибо Тебе За Малый Курс В мир Хороших Отношений С НЛП Ребят У вас Много Было Вопросов По поводу НЛП Но Вот Здесь К сожалению Наш Сегодняшний Формат Не позволяет Разобрать Все Вопросы Поэтому Пишите Их В соцсети Подписывайтесь В телеграм Канал Там Будем Отвечать На них Может Приходите На наши Открытые Тренинги Где Тоже Будет Больше Времени А сейчас Мы Переходим К Следующему Спикеру Сейчас Я хочу Передать Микрофон Ну и Камеру Заодно Моему Другу Человеку Который Очень Много Сделал Здесь Для меня И при Этом Когда Мы Только Встретились И познакомились Я Почувствовал Что с Этим Человеком Мы Будем Делать Очень Много Бизнес Очень Много Дел Потому Что Это Настолько Эрудированный Человек Настолько Интеллектуальный Человек И Я Не побоюсь Слово Аристократ Аристократ Действительно Настоящий Который Грамотный Умный Талантливый С потрясающей Чистой Речью Кандидат Наук Социологических Наук Именно По соцсетям И Вместе Мы с ним Готовим Для вас Тренин Сейчас Тренин По социальной Инженерии И Это Будет Действительно Крутой Интересный Тренин Таких Тренингов На рынке Нет Просто По тому Как Работать Через Социальные Сети Представляете От кандидатов До коронавируса Именно По социальной Инженерии Именно По социологии Прошу любить И жаловать Константин Коган Также Предприниматель Совладелец Нескольких IT-бизнесов Успешных Живет В Нью-Йорке Здесь Рядышком Со мной Приехал Специально Сегодня Ко мне В гости Чтобы от меня Вместе С вами Пообщаться Костя Тебе слово Даже Камера Не надо Включить Спасибо Саша За такое Представление На самом деле Это Очень лестно Для меня Честь Во-первых Быть Здесь Сегодня С вами И Я Искренне Верю Что Самый Главный Наш Актив Это Время И Мне Очень На самом деле Важно Общаться С людьми Которые Это Время Грамотно Инвестируют Мы знаем Прекрасно Что Инвестиции В себя Это Те Инвестиции Которые Долгосрочно Окупаются Лучше Всего А Поэтому Общаться С такими Людми Которые Уже Много Тренингов Проходят И На самом деле Вкладывают Прежде всего В свое Развитие В свой Интеллект Это Очень Приятно Всегда Я Очень Благодарен Что Есть Такая Аудитория И Она Действительно Очень Разная Я Так Видел Пока В чате Сидел Здесь Наблюдал Что Она Из разных Городов Разных Континентов И То Что Нас Объединяет Это Собственно Одна из тем Моего Исследования Что Такое Социальная Инженерия На самом То Деле Если Посмотрим На Этимологию То Происхождение Слова Социум Это Общество И С латыни Ингениар Это Нечто Мы Создаем На самом То Деле Изобретаем Это Нечто Что Мы Выдумываем И Улучшаем Мы Много Знаем О том Как Работают Архитекторы Инженеры Инженеры Какие У всех Будет Это Больше С чем-то Со Строительством Я не знаю Напишите Может у вас Есть Какие-то Другие Вот Но Сейчас Мы Знаем Что Есть Технологи Инженеры И Они Как раз Уже Уходят В сторону Общественных Наук И Институтов Общественных Которые Позволяют Нам Общаться Между Собой Потому Что Прежде Всего Это О чем Говорил Дима Кстати Это Как они воспринимают Вас Как личность Как владельца бизнеса Либо Как человека Который Все начинается Здесь С Очень Простой Вещи Не важно Вы Продаете Цветы Вы Продаете IT Продукты Вы Продаете Себя Лично Как бренд Вы Психолог Психотерапевт Вы Коуч Вы Просто Человек Которому Есть Чем Поделиться Помогать И Зарабатывать Другим Деньги Мы Всегда Делаем Из себя Бренд Мы Всегда Причем Сознательно Либо Бессознательно Мы Создаем Определенное Впечатление Причем Если Вы Заметите Все Могли Слышать Про Такую Технику Как Elevator Pitch Так Называем То есть Это Презентация В лифте Когда У тебя Есть Буквально Представьте Ситуацию У меня Была Практическая Ситуация Я Ехал В лифте С инвестором У меня Было Здесь Они Очень Быстро Ездят Кстати На всякий Случай То есть Обычно Говорят 60 секунд А на самом То деле Их Там 20 Секунд Там 30 Секунд У тебя Есть Очень Ограниченное Количество Времени Чтобы Доложить Суть Того По Какой Причине Ты Обращаешься К человеку То есть Ты Знаешь Что Человек Тебе Интересен Ты По Каким То Причинам Уже Идентифицировал Что Это Твой Потенциальный Инвестор Или Потенциальный Партнер В бизнесе Либо Человек Которым Тебе От него Необходимо Получить Какую-то Информацию Либо Либо Просто Заинтересовать То есть Взять Его Внимание И перевести На себя У тебя Есть Буквально 20 секунд Для того Чтобы Донести Суть Предложения И Нам Кажется Что Я думаю Что Большинство Из вас Если Есть Опытные Предприниматели Что Могут Подумать Ну Это В принципе Не Сложно Я 15 лет В бизнесе 20 лет В бизнесе Или Уверенность Есть Какие-то Доходы Либо Только Начинаете Но Все равно Есть Возможность Донести Так или Иначе Информацию Мы Сталкиваемся С ситуацией Нас Не Понимают Нас Не Слышат Люди Говорят Извините У меня Нет Времени Люди Говорят Простите Давайте Оставьте Моя Визитная Карточка Или Свяжитесь Со мной Через Моего Коллегу И так Далее Это Происходит По одной Простой Причине Не Получается Донести Самую Главную Весь Самую Главную Вещь Самый Главный Принцип И Ответить На Вопрос Что Здесь Есть Для Меня И Эти Моменты Это Как раз Те Моменты Когда Мы Понимаем Что Вот Эта Вот Презентация Она Исключительно Важна То Как Вы 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 Позиционируете Себя Мы Это Отдельная Тема Как Это В физическом Мире Происходит Да То Как Мы Когда Встречаемся С Людей Теперь Поскольку У нас Мало Времени Я Ближе К сути Перейду У нас Есть Такое Пространство Как Интернет Мы Я Уверен Что Большая Часть Из Вас Уже Либо Хорошо Освел Социальные Сети Либо Еще Постепенно На Пути К этому И Мы Прекрасно Слышали Уже Огромное Количество Историю Успеха Где 95% Сейчас Это Прямая Статистика Людей С 18 Лет До 30 Лет Принимают Решение По Лояльности К бренду Они Принимают Решение Как раз По Тому Как Вы 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 Сетях Когда Я Беру Вы Вы Понимаете Либо Вы Лично Либо Ваш Бренд Здесь Наступает Очень Интересная Вечь Сейчас Прогресс И Информационное Поле Так Настолько Быстро Продвигается Что Даже Минимальные Так Назаваемые Фичи То есть Определенные Новые Навыки Вот Как Недавно В Инстаграме Вышла Возможность Закреплять Свою Сторию Так Назаваемую Свою Сторию Которую Вы Лайв Делаете В живом Формате Можете Закрепить И Она На Какое То Время Будет Лисеть Либо Даже Дольше Чем Вы Хотели Это Одна Из Таких Минимальных Вещей Есть Фейсбук Где Можно Живую Трансляцию Давать Инстаграм Мы С вами Сейчас Общаемся Через Google Hangouts Есть Zoom Есть Огромное Количество Технологий Это Только Самое Известное И Пользоваться Ими Эффективно К сожалению Умеет Наверное До 40% Игроков Рынка Вы Скажете Что Да нет Ну как же Это так 2 миллиарда Пользователей Да Ключевое Слово Пользователи Есть Известный Маркетолог Я бы так Сказал Гений Своего Дела Который Его имя Элайса Сент-Эльмо Льюис Который Еще 1898 Году Изобрел Модель Некоторую Технологию На сегодня Это популярное Слово Сочетание Воронка Продаж Так называемый Sales Funnel Он сам Был американцем Он жил в Филадельфии Здесь Недалеко От нас Буквально 200 километров И Сейчас Представьте Это еще Конец 19-го столетия Даже не 20-е столетие Уже тогда Были ключевые Моменты Как Любой Человек Воспринимает Процесс К тому Как ему Обращаюсь Четыре основных Этапа Мы прекрасно С вами Знаем Знакомство Интерес Желание Действие Интеракции С самим Непосредственным Продуктом Опять-таки Повторяюсь Неважно Мы говорим Про IT-продукт Либо это Физический товар Вы торгуете Краска Об инженерном Подходе Как Стать Настолько Изобретательным Настолько Осведомленным В трендах Которые происходят Чтобы создать Вот эту Самую Воронку Продаж Не чтобы Вы продавали Кому-то И лично Обращались А чтобы Вы выглядели Настолько Дорого Настолько Хорошо Настолько Интересно Чтобы Люди К вам Обращались За Советом За Экспертной Оценкой Чтобы Вы Выглядеть Как Человек Который Уже Успешен Который Искусен В том Ремесле Которым Вы владеете Неважно Это Переговоры НЛП Вы Просто Бизнес Тренер Вы Успешный Предприниматель Консультируете Компании В сфере Инфраструктуры Создания Мобильных Приложений Либо Вы Просто Член Какой-то Команды Большого Сообщества То есть У вас Есть Бизнес Модель Которая Помогает Зарабатывать Другим Деньги И Набирать Свои Команды Создавать Отделы Продаж Совершенно Неважно Если Вы В этом Уже Специалист То Это На самом-то Деле Большой Навык Как этим Пользоваться И Здесь Очень Важно Понимать Свою Целевую Аудиторию Не Просто Понимать Букольно Чувствовать Говорить На ее Языке Вот Здесь Пишут Как раз Вопросы Еще По поводу Телеграм Или Инстаграм То есть Про Телеграм И Мессенджеры Facebook Мессенджеры WhatsApp Вайбер Я знаю Что На постсоветском Пространстве Это Более Популярные Мессенджеры Сегодня Здесь WhatsApp Превалирует Первое Место И потом Уже Идут все Остальные Есть Еще Line Это Больше В сторону Кореи Японии Это Тоже Очень Серьезный Инструмент Построение Воронок Продаж Через Мессенджеры Это Серьезное Искусство Но Это Скажем Так Это Эволюционно Это Новая Модель Которая То есть Уже Скажем Так Более Мощная И Более Сильная Пока Вы не Освоили Банально Как Как Работать С контентом Как Работать С какими-то Материалами Что Вы Постите Каждый День Постите Каждый Вот Вот У меня К Вопрос Если Здесь Кто Кто Если Можете Написать Комментарии Кто Выкладывает Каждый День Посты Где-нибудь В facebook В instagram Вконтакте В Одноклассниках Я не знаю Какие еще Может быть Есть Какие-то Нишевые Соцсети В русскоязычном Пространстве Которых Я не знаю Вот Если Можете Выложить Просто Написать И О чем Вы Обычно Постите Это Вроде Б Мелочи Нам Кажутся Совершенно Банальные Вещи Что Обязательно Нужно Выкладывать Какие-нибудь Материалы Но Как Вы Это Делаете Как Вы Выглядите В глазах Вашего Близкого Круга Не Важно У вас 100 Человек Друзей Знакомых Там Или У вас 505 Тысяч Друзей Знакомых У вас Есть Определенный Параметр Как Конверсия Какой-то Маленький Процент Назовем Это Самым Худшим Варианте 1% Людей Вас Всегда Будет Стабильно Читать Это Конечно Близкие Ваши Знакомые Но Если Контент Интересный Это Будет Расширяться На 10 Процентов На 20 Процентов И так Далее Одно Из 70% Это Тот Контент И периодически Откликаясь На Ту Потребность Своей Аудитории Он Подбирает Тематику Конкретно Что интересует По тем Вопросам Которые Мы задают Это Из Мира Криптовалют Блокчейна Либо Это Из Мира Продаж Он Анализирует Свою Аудиторию Пытается Выстраивать Контент Под Потребности Исключительно Своей Аудитории Я хочу Вам Сказать Что У вас Определенно Есть Своя Аудитория Как бы Вам Казалось Сейчас Я уверен Что предприниматели Сейчас Очень хорошо Понимают О чем Я говорю А люди Которые Сейчас Только Начинают Активно Себя Позиционировать В соцсетях Даже Если Вы Начинаете С минимального Количества Друзей 10 50 100 У меня Есть Мой Хороший Знакомый Который Недавно Заблокировали Аккаунт В фейсбуке Он Создал Новый Он Буквально За 2-3 месяца Сделал Себе Обратно 4,5 Тысячи Контактов Своих Друзей И у него Снова Огромное Количество Подписчиков Почему Мы знаем Что Есть Такие Алгоритмы Как Predictive Analysis То есть Это Анализ Который Определяет Какая Ваша Аудитория Если Вы Поделились С фейсбуком Вашими Данными А вы На самом деле Иногда Делитесь Сами Кого Не зная Вы Подрезали Свой Телефон Свою Почту Оно Анализирует Всех Людей Которые Зарегистрированы По той Почте По тем же Вам их Рекомендую Банальные Такие Вещи Как Сделать Я не знаю Как по-русски Сразу сказать Follow-up Это То есть Продолжить Общение На следующий День Если Вы С кем-то Пообщались На каком-нибудь Мероприятии Есть Куча Нетворкинговых Мероприятий Где Люди Просто Знакомятся Общаются Вы Всегда Можете Ему Написать На следующий День И Просто Спросить Чем Занимается Поинтересоваться Задать Вопрос Люди Любят Чувствовать Себя Экспертами Люди Любят Когда К ним Обращаются Эти Все Методики Работают И Они Опять-таки Вроде Кажутся Очень Простыми Тем Не менее Вот Эти Конверсии О которых Я говорил И Собственно Которые Помогут Вам Монетизировать Своё присутствие В соцсетях Потому что В конце Концов Мы понимаем Что У нас Нет задачи Проводить Шесть Часов Вконтакте Или Фейсбуке И Просто Лайкать Чьи-то Картинки Посты Видео У нас Есть задача Эффективно Проводить Коммуникацию Выдавать Тот Контент Который Интересен По-настоящему Полезен Своей Аудитории И То Что Я хотел Сказать Про Эту Воронку 10% Специально Оставил На Потом То 10% 70 20 10 10% Это Так Назоваем Промоушн То Это То Что Вам Позволяет На самом То Деле В дальнейшем Куда-то Вести Людей То Так Назоваемый Призыв К действию По-английски Call to Action То Вы Позволяете Людям Перейти На Какую-то Страницу Если У вас Есть Свой Блог Свой Сайт Или Корпоративный Сайт У вас Есть Там Статья Вы Написали Внутри Теле Поста Какие-нибудь Интересные Данные Буквально Три Строчки Три Предложения И Подробнее Можете Почитать Здесь Вы Не Представляете Что Сейчас Конверсии В Фейсбуке Сейчас Нам Кажется Что Они Колоссально Большие А в Мессенджерах Таких Как Телеграм То О чем Вы Говорили Еще Выше Мы Говорим Про Ну 40% Это Не Потолок Если Раньше Считался Имейл Когда Ты Заре 90 Тузичных Самым Ценным Каналом Один Имейл Подписчика Вашего Приравнивался В Америке К Одному Доллару Представьте У вас База Данных 10 Тысяч Имейлов На которые Вы Просто Рассылаете Какие-то Новости Это Эквивалент 10 Тысяч Доллар Потенциально Потому Что Даже Человек Что Нибудь Купил Один Раз Всегда Можете Сделать Так Названный Upsell Вторичную Продажу Второй Раз Что Помочь Мне это На самом деле Интересно И Я хочу Оставить Больше Времени На ваши Вопросы Поскольку Мы только Знакомимся Вот Пишет Вопрос От Александра Расскажите Подробно Как заинтересовать Человека Через Соцсети Отличный Вопрос А давайте С вами Подумаем На самом На что Мы В первую Очередь Обращаем Внимание В соцсетях Вот Буквально Если вы Когда-нибудь С дизайном Или с дизайнерами Общались Либо с дизайном Работали Вы можете Знать Что в дизайне Я кстати Могу Сейчас Нарисовать Это Выглядит Вот так Буквой Z Мы Вот отсюда Внимание То есть С левой Части Экрана Обычно Переводим На правую Часть Верхнего Экрана И дальше Вот так Бегло Спускаемся Вниз И переходим Направо Иными Словами Мы Обращаем Внимание Прежде Всего На Аватар По большей Части И потом Уже На Аватар На вашу Заглавную Картинку На вашу Заставку Потом На какие-нибудь Основные Фотографии Которые В левом Если я говорю Про фейсбук Интерфейс Фейсбука Картинку И потом На все Остальное И то Как вы Выглядите Насколько Вы дорого Насколько Интересно Выглядите Заставляет Людей На вас Смотреть То Сколько У вас Друзей То Какого Качества Ваши Друзья Какие Ваши Посты Которые Видны Все Вы знаете Вы можете Скрывать Посты Можете Публично Показывать Человек Принимает Решение Интересно Или мы С вами Общаться Или нет Буквально За Несколько Секунд Не думайте Что это Глубокий Анализ Несколько Секунд Ему Хочется С вами Общаться Или нет Чаще Всего Если Это Рекомендации Друзья Он Определяет То Почему Хочется С вами Общаться Только Через Аватар Иными Словами То Что Вы Вкладываете В себя Сейчас Интеллектуально Если Вы еще Будете Визуально Демонстрировать Это Огромная Ценность И кто Как это Делать Мы будем Рассказывать Буквально Подробно В деталях Показывать Примеры На На Тренинге И Может быть Есть еще Какие-то Вопросы Потому что Я знаю Немного Времени Есть Вот Пожалуйста Задавайте Какие еще Есть вопросы С удовольствием Отвечу Вам Можно я На аватарку Голанторсом Друзьями С пивом На кухне Поставили Фосфу Саша Добавляет Можно Конечно Поставить Если Особенно Вы Предприниматель Продаете Айти Продукты У вас Будет Вы В тельняшке Сидите С голым Торсом И пьете Пиво С товарищем Я знаю Что Мы Кстати Саша У нас есть Один человек Мы Разбирали Его В соцсети Недавно Очень Много Смеялись На эту Тему Ну Смотрите Если Вы Мультимиллионер Или Миллиардер И вы Можете На Лабутенах Танцевать В душе Кричать Песни Материться Пить И вам Наплевать На вашу Аудиторию То есть Вы Такой Какой Вы Есть Вы Не Скрывайте Этого Тогда Все Можно Но Если Вы Еще На Пути К Успеху Если Вы На Пути К Построению Своей Онлайн Репутации А Это Процесс Потерять Ее Можно Вот Так А Постройте Это Огромный Кропотливый Процесс То Конечно Мягко Говоря Я бы Я бы Не Советовал Стоит ли Сейчас Делать Чат Ботов Да Про Чат Ботов Мы Будем Говорить Безусловно Для Бизнеса Это Огромная Польза Так Назоваемая Artificial Intelligence То есть Искусственный Интеллект То Как Хорошие Чат Боты Устроены У меня Кстати Знакомые Профессионально Этим Занимается Это Огромная Ценность Для Бизнеса Первое Вы получаете Автоматизацию Второе Вы получаете Инновационное Восприятие Вас То есть Люди Понимают Что Если у вас Есть Бот Который Автоматически Отвечает Значит Вы Заботитесь О клиентах И вы Мыслите Как Прогрессивный Предприниматель Безусловно Даже Долго Не рассказывая Причем Как Для Личного Бренда Так И для Бизнеса Для Личного Бренда Есть Шикарные Примеры Чакботов И в Телеграме И в Вайбере И в Мессендере В Ватсапе К сожалению Закрытый Код И вам Будет Не Очень Удобно Делать Как Быть Если Жазира Спрашивает Как Быть Если Чувствую Что Пока Не Соответствую Тому Что Хочу Выставлять В Инсте Шикарный Вопрос Ну Кстати Об Об этом Говорил Дмитрий И я думаю Об этом Еще Будет Говорить Максим Александр Ну Мы Знаем Правила Что Надо Быть А Не Казаться Но Мы Принимаем Что В Жизни Есть Правила А Есть Исключения Поэтому Безусловно Вы Можете Пока Поиграть В Это Состояние Поиграть В Состояние Успешности Поиграть В Состояние Когда Вы По Настоящему Можете Принести Пользу А Я Уверяю Если Вы Задумаетесь У У Каждого Человек Есть Уникальный Опыт И Вы Можете Приподни Свой Опыт Таким Образом Что Хотя Б Десяти Двадцати Пятидесяти Сто Людям Это Будет Интересно Поработайте Над Собой Как Вы Выглядит В Друзей Не Стесняйтесь Спросить Пяти Или Десяти Людей Как Они Вас Воспринимают И Ваши Сильные Стороны Как Вы Можете Подчеркнуть И То Что Вы Будете Выкладывать В Интернете Как Можно Это Монетизировать Ютуб Канал У меня Знакомый Который С Десяти Тысяч Подписчиков То есть Он Набирал За Два Года Взлетел За Четыре Месяца До Двух Миллионов Подписчиков Сейчас Он Зарабатывает В Нью-Йорке Это Американский Канал Он Делает Ревью На Разные Товары На Электронике Зарабатывает Около Десяти Пятнадцати Тысяч Долларов Только С рекламы Я Не Начал Потихоньку Выкладывать Видео Потихоньку Выкладывать Посты Прислушиваться К аудитории И делать Выводы А если Аудитория Ольга спрашивает Если Аудитория Подписывается Только Из-за Того Что Человек Стал Интернет Мемом И ведет Себя Так Вызывающе Это Выходит Что Исключение Из Этого Правила Но Смотрите Вы должны Понимать Что Вы должны Выбрать Свою Нишу Ну В конце Концов Вы можете Делать Какие-нибудь Сумасшедшие Приколы Так называемые Пранки То есть Когда Вы Подкалываете Людей Издеваетесь Над ними Ну Я не знаю Я видел Здесь Очень Невероятные Каналы Когда Мама С папой У них Есть Такой Популярный Канал В Америке Мама С папой Подрывают Своего Ребенка Делают Инсинуацию 15 миллионов Просмотров За день Понимаете Они Как говорят Неприемлемо Но Они Выбрали Свою Нишу Да Взрывают Взрывают Да Они сделали Саша Сейчас уточняет Они сделали Инсинуацию Что папа Якобы Играет С ребенком Он теряет Контроль Машинка Уезжает И она Дальше Взрывается А мама В слезах Плачет В истерике И вот Такой Прикол То есть Невероятные Странные Вещи Происходят В интернете Но Вы должны Понимать Почему Они набирают Немножко Осознаем Поэтому Если вы хотите Выбрать Нишу Бизнес Предпринимательства Конечно Это должно Соответствовать С первого дня Последовательность Того Что вы выкладываете Если вы начнете Выкладывать Котиков А до этого Вы писали О бизнесе О предпринимательстве Но это будет Немножко странно Если это В контексте Нового года Окей Шапочку одеть В Деда Мороза Переодеться В Снегурочку Да Это весело Это классно Но если Постоянно Постоянно А делать Нет Я просто видел Очень непоследовательные каналы Здесь должен быть Контент-план Вы должны четко Понимать Как на вас Смотрит ваша аудитория Это Это вроде бы Тривиальные вещи Я сейчас говорю Но огромное количество Людей К сожалению Не учитывает Этого Не берет во внимание И теряет Свою аудиторию Которую они годами Нарабатывали Они от нее Отписываются А это стоит Вот так Один раз Отписался И все Дальше ты не видишь Человек И они об этом Даже не знают Елена Спрашивает А без бренда Никак Просто интересный материал Почему? Конечно Еще раз повторюсь Конечно Можно без бренда Вы должны понимать Елена Бренд это вы Елена Телегина Я не знаю Откуда вы можете написать Интересно просто Вы являетесь брендом Каждый человек Буквально уникален У вас уникальный опыт У вас уникальные навыки У вас Есть чем поделиться И безусловно Вы это бренд Кто-то Ваш близкий Круг людей Вас воспринимает Как человека Которому Доверяют С которым Есть уже опыт Не важно Бизнеса Просто жизни Взаимопомощи Поэтому вы это бренд И все что вы можете сделать Это раскрутить себя Как бренд Это самая ценная инвестиция Кстати Себя как бренд Раскручивать Намного Выгоднее В современном интернете Чем просто бренд Более того Это дешевле Так называемый Маркетинг Отдельное ответвление Это лидеры мнения Да То есть вот Инфлюенсеры Да То есть вот такие Лидеры мнения Ну вы много знаете Блогеров Там да Вот пример Портнягина Трансформатор Человек Который Просто за то Что он О чем-то говорит О Мерседесе О Бентли О каких-то Других там Товарах Ему платят Миллионы долларов Ну там Не миллионы Но сотни тысяч Да То есть буквально Потому что У него есть Огромная аудитория Это живая аудитория Это аудитория Которая У них есть Покупательная способность И ему предоставляют Бесплатные товары Ему предоставляют Возможность Работать с мировыми брендами Он вложил в себя На самом-то деле Вы же понимаете Что трансформатор Как нетворкинг и вент Это интересные Подспорья Для бизнеса Но в первую очередь Он продавал себя В первую очередь И это то Что я хотел бы Ну посоветовать вам Вкладывайте в себя Если у вас есть возможность Вести инстаграм Более активно Фейсбук Да То есть Создать себе Отдельный канал Телеграм Пусть у вас будет Для начала Один-два человека Пять-десять Неважно Всегда Мы начинаем с нуля Всегда Но Мы как раз знаем Что Те, кто не начинают Точно не выигрывают Вот Это закон Это я вам точно могу сказать Не надо быть гениальным маркетологом Здесь Те, кто начинают Прислушиваются Они получают Обратный отзыв От своих клиентов И всегда Рано или поздно Причем Ключевое слово Рано или поздно Находят свою нишу Находят возможность Понравиться Находят возможность Заинтересовать И поделиться Чем-то ценным Вот Если есть еще какие-то вопросы Потому что я чувствую Что регламент Нужно уже передавать Слово Максиму Да То есть может быть Какой-то последний вопрос И я отвечу И тогда С удовольствием Передам слово Саше Который представит Максима Если нету Тогда Я Очень благодарен За За то Что было возможно С вами встретиться Я передаю слово Саше Я думаю Что Ты могу идти туда Проговорот Ребят Всем еще раз привет Тем более У нас наверняка Подключились люди Которые меня в самом начале Не видели Что здесь представлял И рассказывал Зачем мы здесь сегодня Собрались Что это идет Подарок от нашего Тренингового центра Наши специалисты Наши тренера Рассказывают Какие-то полезности И так далее Вопрос идет Саша Что скажешь Про Изи Бизи Я не буду говорить Ни про одну компанию Единственное Кстати Что я хочу сказать Ребят Это очень важно Последнее время До меня доходят Слухи Постоянные слухи Что Перевезенцев То в той компании То перевезенцев В этой компании То перевезенцев Вот с этой компании То перевезенцев Уже вообще Открывает свою Какую-то компанию Ребят Если я пойду В какую-либо Компанию Я заявлю Об этом Официально Сам В режиме Либо поста В моем Инстаграме Либо Видео Обращения Либо еще Какого-то Если вам Кто-то Рассказывает Что я сотрудничаю С той или иной Компанией А я об этом Не заявлял Значит Это ложь Услышали Если я пойду Хоть в одну Компанию Я об этом Заявлю Сам Официально Комментировать Какие-либо Компании Я не буду Потому что Я не принадлежу Ни к одной Компании А если я не работаю Ни с одной Компанией Как я могу Комментировать Другие компании Нельзя Это неэтично Это некорректно Все компании Хороши Все компании Молодцы Кроме пирамид Все Это вот мое мнение Сейчас мы переходим К следующему Нашему спикеру Потрясающему Великолепному Божественному Харизматичному Человеку С которым я знаком Уже я не знаю Максим сколько Мы лет 15 С тобой знакомы А человек Который Является Крутейшим Специалистом В области Как психологии Так и сетевого Маркетинга Так и бизнеса Ты кандидат В доктора наук Или ты доктор наук Я почему-то не видно Включись Ты кивни Кандидат Или доктор Кандидат Кандидат Тоже Слушайте Мне стыдно С моим техническим образованием Тут одни кандидаты В доктора наук Люди С наградами От Путина А я всего лишь Вот предприниматель Ну ладно Макс Тебе слово Это действительно Величайший специалист В том О чем он будет Сейчас говорить Потому что Я насколько знаю Ты сейчас уже Заканчиваешь еще одно Обучение Да в Москве Или где ты проучиваешься Да в Москве Причем Сколько у тебя уже Дополнительных образований И обучений По этой всей Направленности И сколько Помню Последние лет 10 Ты учишься При этом Делает Несколько бизнесов При этом Успешный Крутой Предприниматель Отец двоих деток Как кстати Предыдущий оратор Прошу любить и жаловать Максим Ведяшкин Макс Тебе слово Прикольно Саша Спасибо С твоей подачи Быть великолепным И божественным Мне аж Мутился я слегка Но постараюсь Соответствовать в ту сторону И что-нибудь полезное Сегодня наговорить Ну поскольку у нас Такой Предновогодний Вебинар Предновогодняя встреча Всем хочется Как бы для себя Что-то новое Полезное узнать Поэтому я постараюсь Дать несколько Интересных Практических штучек Которые помогут Ворваться в Новый год Чтобы он был Не только Со стаканом Шампанского Радостным Но и вообще Чтобы перл С самого начала Я если позволить Начну с вопроса Который Был На самом деле Адресован Диме Но Дима Не успел На него ответить И С Диминого Позволения Я на себя возьму Такую ответственность И немножко Поговорю На тему того Что делать Если желание Жизнь пропадает С каждым днем Ну на самом деле Поскольку сейчас Конец года И Ну если не все То многие Подводят Какие-то итоги И Люди О чем-то думают Анализируют Кто-то пишет Цели на Новый год Кто-то не пишет И Кого-то Вот итоги Уходящего года Вот прям Ух Вот кстати Поставьте пожалуйста Там От одного До десяти Насколько Вы довольны С уходящим годом Правда Интересно Послушать И Вот это Вот ощущение Оно Которое Вот в результате Вот этих Раздумий Рождается Оно не всегда Радует Более того Ну вот у нас Там в рассылке Заявлена Как бы Одна из тем Про самомотивацию Но на самом деле Если Ты Тощий Горбатый И прыщавый И тебе Нужно Сейчас Поднять Самооценку И мотивацию Это путь К еще более Глубокой Депрессии Поэтому Чтобы этого Не происходило Мы очень Сильно За то Чтобы добиваться Чего-то В жизни Успехов Счастья Денег И отношений И всего остального Но главное Чтобы это Происходило Легко И радостно И радостно Мы вот За то Чтобы это Радостно И поэтому Ну как бы Несколько Чисто технических Простых вещей Вот что делать Тем Кого Итоги Уходящего года Ну как бы Не вдохновляют Не прут И мне кажется Что в общем Как-то все Не туда Ну первое Есть На самом деле Простая Пошага Такая Трехшаговая Стратегия Первое Где мы В жопе А какой мы Из этого Можем сделать Вывод Вот такой То есть Сделаем вывод Из одной ситуации Все Ну я пошел И вы Как бы Определяетесь В каком направлении Вы дальше идете Потому что Это Констатация Факта Не больше Не меньше А вот Какую Вы этому Придаете Смысловую Нагрузку То есть У меня Не хватает Какой-то Мотивации И энергии Один вариант Либо Можно сидеть Говорить Что я Ленивая Тупая Тварь И это Другой вариант Хотя И в том Другой Случай Человек Может находиться В похожей Ситуации И Вот этот Выбор Выбор Того состояния В котором Ты находишься Каждый раз Ты делаешь сам И вот То Вот про Что мы Как бы Есть Одна из наших Тренинговых Программ Она как раз Про управление Состоянием И про управление Состоянием Если в принципе Интересно Я поговорю Немножечко Попозже А сейчас Еще пожалуйста Ответьте Вот на вопрос Я вижу Разные оценки Насколько Вы Довольны С собой В уходящем году Заметьте Это чуть разные Вопросы Ты доволен Насколько ты доволен В уходящем году Насколько ты доволен С собой Так вот Идея Которую Мы взяли На вооружение И она Реально Эффективна И она Дает тебе Возможность Быть счастливее Комфортнее Радостнее И жить Радостнее С каждым Днем Она заключается В том Что есть Стандартная Парадигма Не важно В сетевом Бизнесе Не в сетевом В работе По найму Что ты ставишь Себе какую-то цель И там Рвешь себе В общем Что-то на британский флаг Чтобы этого достигнуть И если ты Ее не достиг Ты начинаешь думать Что наверное Я себе плохо Что-то порвал Или слабо Толкал Вот этот вагон С кирпичами И у меня Как бы Недостаточно Либо Мало грыж Либо я Плохо старался Хотя Ну может быть Надо было Просто Прицепиться К какому-то Паровозу Локомотиву И использовать Какую-то еще Энергию И Вторая мысль Которую я хотел бы Сейчас поговорить Она про Постановку целей То есть Хишка номер два Заключается в том Что Надо Ну в смысле Не то чтобы надо Но можно Ставить цели Хитрее Можно научиться Ставить цели Таким образом Что вне зависимости От того Что получилось На выходе То есть Ну не всегда Получается так Что ты себе Какую-то цель поставил И ты ее достиг То есть Сейчас Ну иногда Происходит так Что ты цель поставил И ее не достиг И Вот вторая фишка Заключается в том Что Ну вот Есть понятие Такой Вилка целей То есть Есть вилка в шахматах Ну там Кто играет Знает Да А есть еще Такое же понятие Вилка целей То есть Когда ты можешь съесть Там Не просто две фигуры А ты можешь там И четыре И пять И шесть Фигур Что это значит Это значит Что можно Ставить себе цели Таким образом Что Если ты не достиг Этой цели Ты однозначно Достиг второй То есть Ты я не знаю Собирался купить себе машину И вот Ты целый год старался Но что-то Рейндж-Ровер Новый В гараже Не появился Но зато Появился гараж Который ты теперь Успешно сдаешь В аренду И у тебя еще Там дополнительная Комиссия Ты пошел В гости К мальчику Или в гости К девочке Ну в общем Кто к кому Ходит Но Его и ее Не оказалось Дома Но зато Рядом есть Кинотеатр Прикольная Кафешка Или еще Что-то Короче Идея в том Что у тебя Всегда должен быть План Б А еще лучше Чтобы у тебя Всегда был План А Б С и Д То есть Вне зависимости От того В какую сторону Будет развиваться Ситуация У тебя Всегда есть Еще одна цель Которую ты можешь Заодно достигнуть То есть Вот эта идея Про заодно Она как бы Мне очень сильно нравится И в нашей семье Как бы Хорошо прижилась Ну Она по типу Потому что Ну раз уж Ты все равно Идешь на кухню Захвати чашку То есть Про это Про заодно Итак Вот Вилка целей То есть Это план А И план Б То есть Если вот это Было понятно То поставьте Пожалуйста Плюсик Если непонятно Что-нибудь Спросите Потому что Вот потом Вот эти цели План А План Б И план С Их можно Заплетать И делать так Чтобы жизнь Становилась Радостнее И гармоничнее Ну поскольку У нас такая Аудитория Прокачена И все уже Были на разных Тренингах Читали умные Книжки Пятое Десятое Все уже знают Вот это Про это Колесо Жизненного Баланса Где ты там Делишь на сектора И по каждому И по каждому сектору Отмечаешь На сколько Процентов Ты удовлетворен Или не удовлетворен Своей жизнью И у многих Там вместо Колеса Получается Такая Звездочка Или какие-то Другие Параллелограммы Оказывается Можно С помощью Вот этой Технологии Заплетать Цели Таким образом Чтобы Каждое Действие Приводило Себя К Очередному Положительному Результату И Вот это Еще одна Фишка Которую мы Правда Сильно Прокачиваем На нашей Тренинговой Программе Но это Сейчас Была Такая Небольшая Самая Реклама Следующая Недавно Кстати Вот Когда мы Разговаривали Про цели Ну то есть Наши Круги Немного Людей Пишут Под Новый Год Новые Цели И вот Возник Такой Вопрос Про то Что Типа А вот Когда ты Пишешь цель Ее В каком Времени Правильно Писать В прошедшем В настоящем Или в будущем Ну или что-то такое Это на самом деле Достаточно Интересная Глубокая Тема И она Очень сильно Связана С тем Как устроен Твой мозг Если вам Правда Интересно Про то Как работает Ваш мозг Есть один Очень Интересный Лектор Очень интересный Ученок Она Занимается Психо-лингвистикой И нейронауками Ее зовут Татьяна Черниговская То есть Это очень Известный Такой Человек Вот Который Изучает Все Что связано С деятельностью Мозга И у нее Очень интересные Лекции Они есть В открытом доступе В интернете И Целую Вселенную Новую Так вот И она Об этом Много раз Говорила И тут Недавно Сеть подачи Я читал Про там Human Design И везде Я Обратил Внимание На такой Отсыл Про то Что Оказывается То Что Ты сейчас Делаешь В твоем Мозгу Случилось Несколько Секунд Назад То есть То Что Ты сейчас Думаешь Чувствуешь Переживаешь И все Остальное Произошло Уже В твоем Мозгу То есть Вот эти Вот Нейронные Связи Сработали Уже Несколько Секунд Назад То есть Грубо говоря То Что Ты сейчас Сказал Или Сделал Твой Мозг Решил Недавно До Того Как Ты Это Осознал Понял И Сделал И Это Очень Интересный Факт Вы Можете Про Это Почитать Посмотреть И Он На самом Деле Может Кому То Сильно Как бы Как Это Сказать Повлиять Многие Из нас Живут По шаблонам По определенным Многие Из нас Живут По каким-то Стереотипам И Эти Стереотипы Они Заложены Ну Как Бо У нас Когда-то И Поскольку Вы Наверное Слышали Про то Что У нас Есть Сознание Которое Управляет Нашей Жизнью Процентов На 10 И Есть Бессознательное Которое Управляет Всем остальным Процентов На 90 То есть Оно Управляет Тем Как Ты Дышишь Как Бьется Твое Сердце Куда Ты Идешь Как Как И Вот То Что Я Сейчас Пречислил Многое Другое В жизни Мы Тоже Делаем Неосознанно Почему Потому Что Вот Это Направление Выбрало Твое Бессознательное И Вот Оказывается С ним Можно Научиться Договариваться И Вот Медитации Там Самогипноз И Все Остальное Это Один Из Способов Как Начать С ним Лучше Подружиться Кому Интересно В ту Сторону Про это Почитать Подумать Посмотреть Есть Узумительная Книжка Которая В моей Жизни По Сетевому Бизнесу Есть Такой Автор Джон Кеха Подсознание Может Все Можно Почитать Если Кто-то Читал Можете Написать Свои Отзывы Сейчас Прям Здесь В чате Так Вот Одна Из Техник Того Как Правильно Ставить Цели Она Заключается Не в том Чтобы Правильно Подобрать Слова Это Как бы Изначально Неудачный Подход К постановке Целей Почему Потому что Когда мы Пишем Цели И вот Когда Все те Кто Смотрел Фильм Секрет И все Остальное Ключевой Момент Заключается Не в том Чтобы Ты Написал Слово А Ключевой Момент Заключается В том Что Твое Бессознательное Оно Мыслит Образами Оно Воспринимает Только Образы Оно Не Воспринимает Слова Буквы И все Остальное Потому что Если мы Возьмем Мыслительную Какую-то Как зарождается Твоя мысль И как ты Эту мысль Потом Превращаешь В жизнь То Сначала Рождается Образ И потом Ты в своем Сознании Этот образ Переводишь В слова И То есть Образ При этом Может исказаться Может не Скажаться То есть Дальше Все сильно Зависит От того В каком Объеме Насколько точно Ты эти самые слова Подобрал Поэтому На самом деле Не имеет Никакого Значения В каком Времени Ты пишешь Свои слова Потому что Самое важное Это когда ты думаешь И ставишь Свои цели Какой образ Насколько яркая Картинка Формируется В твоей голове Насколько ярко И живо И живо Ты себе Это можешь Представить И вот То что Говорил Передо мной Дима И вот Эта работа С субмодальностями Ты можешь Усиливать Эту картинку Ты можешь Сделать ее Ярче И интенсивнее И чем ярче И круче Эта картинка Будет в твоей голове Тем больше Драйвов Урожая И энергии У тебя будет Для того Чтобы этого Добиваться Поэтому Кстати Именно поэтому У многих Срабатывает Я не про то Что не надо писать цели Я про то Чтобы вот то Что ты там себе Написал Это рождало В твоем В твоей голове Образ А не слова Потому что Написанные слова Они как бы Не работают Не помогают А вот Те кто например Пишут Делают себе Вот эти вот Карты желаний Или как-то Это там по-разному Наживается Это на самом деле Ближе к истине Потому что Это быстрее Зрительное У человека Вызывает образ Если я что-нибудь Понятное Сейчас сказал Про цели Образы И то Как их лучше Себе создавать Поставьте пожалуйста Единичку И Третий момент Про который я хотел Поговорить За оставшиеся Для меня По регламенту Две минуты Заключается в том Что То Насколько Ты Счастлив То Насколько Ты радостен Или нерадостен Ну и одинаково Несчастлив Успешен Неуспешен Результативен Нерезультативен Вы можете Сами себе Как бы Задать этот вопрос Насколько процентов Мое Внутреннее состояние Влияет на те Результаты Которые я получаю И если Твой Ответ Что Мое Внутреннее Состояние Ну может быть Не на сто Процентов Но очень Очень сильно Влияет на то Что я имею На выходе То тогда Наверное Можно научиться Этим Своим внутренним Состоянием Управлять И Это Одна из Моих Любимых Тем Потому что Однажды Я сам И Люди С которыми Я работал В сетевом Бизнесе И не в сетевом Бизнесе Люди Которые Достигали Каких-то Своих целей Они потом Перегорали А некоторые Не достигая Своей цели Выгорают И у них Нету Силы Энергии Желания Вообще Что-то Начать Заново И вот Где взять Вот эти силы Энергию И Как делать Так Чтобы хотелось Чего-то Достигать Как найти То, чего На самом деле Хочется достигать Потому что Ну Ты же Сашу Когда слушаешь Ему же Все В удовольствие И в радость И Таких людей Вы, наверное Увидите Они всегда С энтузиазмом Как бы делают То, что они делают И И у них Получается легко И многие говорят Что им везет Вот Как сделать так Чтобы тебе Сильнее Везло в жизни Этому тоже Можно Оказывается Научиться И Мы Творим То, что Есть в нашей жизни Своим состоянием И в том состоянии В котором Ты находишься Если Вы хотите Ну вот В этом аспекте Над собой Поработать То Завершите Для себя Сейчас Пять вопросов Которые Вам Дадут Хорошую Почву Для размышлений Первый вопрос Это то Понаблюдать За собой В состоянии Ты находишься В течение дня Чаще всего Второй момент Будет заключаться В том Что Или кто На это Твое состояние Влияет Сильнее всего То есть Что Или кто Влияет На мое Состояние Третий вопрос Ты Сам Осознанно Выбираешь Это состояние Или Прошу прощения Зависаешь В нем И Ты сам Выбираешь На какой волне Ты звучишь Из какой Энергии Из какой Радостью Или Это сильно Зависит От каких-то Внешних Обстоятельств Других Людей Тебе Нужно Попасть На Супер Мотивационный Тренинг Потому что Потом Ты Эгэгэй Ну Или Там Что-то Еще Четвертый Вопрос Это про то Что Обратите Внимание На то Как Твое Внутреннее Состояние Влияет На Состояние Других Людей И Если Вы Занимаетесь Бизнесом И если Вы У вас Есть Семья И если Вы ходите Может быть На работу То Вы Влияете Своим Внутренним Состоянием На свое Окружение И посмотрите Как это Происходит И пятый Вопрос Это Какую Какой посыл Какую волну Ты пускаешь В мир И Как эта волна Отражается тебе Людьми Которые ты встречаешь И событиями Которые происходят В твоей жизни И Это То Что ты Вот получишь В результате Вот этого анализа Это тренд Твоей жизни И Вот про то Как быть счастливее Это вот В направлении Этого тренда В сторону Счастья И Приходя На наши Другие Вебинары На наши Новые встречи Ты Правда Узнаешь Еще Кучу Много Полезных Ярких Интересных Веселых Фишек Про то Как сделать Так Чтобы Если тебя Этот тренд Не устраивает Как его Подвинуть В нужную Сторону А если Устраивает То как Сделать так Чтобы все Присходило Ярче Интенсивнее И веселее Я Почти Мне кажется Уложился в регламент И Если Ни у кого Нету Никаких Вопросов То я надеюсь Что Ваши Новогодние Желания Будут Яркими Красивыми Будоражащими Зажигающими Ну в общем Какими хотите На самом деле Можно Грустные И унылые Но это По желанию Пусть Новый год Ворвется В вашу жизнь Пусть он будет Ярким Интересным Красивым И пусть он Будет вместе С нами А мы Будем вместе С вами До новых встреч Спасибо Максим Особенно За путь Грустный Сам Ржет Если хотите То можно И грустным Ребята Вы бы видели Чего у нас Творится Перед Вебинаром То есть Перед тем Как мы Начинаем Выходить В прямой Эфир Насколько Мы там Угораем У нас Всегда Весело И круто На Основной Продажный Подарочный Вебинар Где очень много Людей А где тренинги Которые люди Уже купили Там мы Конечно Угораем Вообще По полной Потому что Так веселее Происходит Смотрите О чем С вами Хочу Поговорить Сегодня Я И какая Будет Фишка И какие Будут Сегодня Месседжи От меня Большинство Людей Здесь А мне Хочется Посмотреть В чат Ребят Поставьте Плюсик Если вы Где-то В сетевом Или связаны С сетевым Или были В сетевом Пока Вы ставите Плюсики В чат Ребят Хочу Поговорить Такую мысль Если вы Даже Сейчас Не в сетевом И все равно Нас слушаете Во-первых То что сейчас Рассказывали Это было Полезно Всем А во-вторых Поймите Самую Главную Мысль Если У вас Получится В сетевом Значит У вас Получится Много Где Потому что Здесь Работать Гораздо Сложнее Именно Здесь Работа С персоналом Идет Просто Реально Уровень Бог Божественная Работа Потому что У тебя Нет Инструмента Который Есть У Традиционного Бизнеса Ты не Можешь Уволить Хотя Пример В принципе И своих Как ты денег Можешь В принципе Все работают На одинаковых Условиях И Работать На этих Одинаковых Условиях Тебе Приходится Задевать Реально За живые Самые Живые Места Людей Чтобы Их Заставить Шевелиться И двигаться Потому что Человек Сам по себе Скотинка Очень ленивая Довольно Таки Глупая Потому что Если есть Что пожрать Есть Где поспать Есть С кем Сексом Заняться И есть В принципе Такое Более Или Менее Низшие Потребности По пирамиде Маслоу Закрыты То поднять Этого Человека Из окопа Вылезти И заставить Что-то Делать Довольно Таки Сложно Потому что Ну а Зачем Тепло Сыто Секс Есть Вообще Все Хорошо И Поэтому В этом Бизнесе У нас Нет Кнута Или Пряника Нам Приходится Действительно Задевать За живое Находить Те Глубинные Потребности Мечты Цели За которые Этого Человека Можно Вытащить И подбирать Какие-то Нужные Слова Которые Необходимы Для того Чтобы Человека Заставить Двигаться А Пишет Саша Скотинок У меня Есть Мой Сленг Ребят Если Кого-то Задевает За живое Поймите Это Ваша Проблема Потому что Это Вас Задевает За живое А кого-то Не Задевает За живое Ребят Поставьте В чат Я не знаю Там Восьмерочку Если вам Нравится Когда есть Простой Прикольный Разговор Со сленгом С какими-то Оборотами Забавными Веселыми И поставьте Единичку В чат Если вы Очень унылый И вам Хочется Чтобы речь Была Абсолютно Правильной Серьезной Без Единой Шутки Без Сленга Четкая Литературная Вот Мне Костя С дивана Показывает Единичку Потому Что он Очень любит Правильную Речь Он Всегда Надо Мно Издевается За мой Сленг Но Тем Не Менее Вот Смотрите Сколько У нас Восьмерочка Насколько Это Вообще Весело И В группе Вообще Угораем Ребят Действительно Веселее Жить Когда Мы Попроще Что Ли Общаемся К Чему Я Вообще Все Начало Свою Прелюдию Говорил Даже Если Вы Для того Чтобы Поучиться Честно Я Когда Пошел Сетевой Изначально Первый раз Я Пошел Сетевой Я Пошел Потому Что Я Увидел Шанс Изменить Свою Жизнь И Он Мне Очень Не Понравился Мне Не Понравилась Сама Идея Что Нужно Уговаривать Нищих Людей Стать Богатыми Они Супер Сопротивляются Мне Очень Не Понравилась Идея Что Нужно Ходить И Продавать Косметику Баночки И Добавки Биодобавки Моя Первая Компания Была С косметикой Баночками Биодобавками Всякими Чаями И Прочими Прелестями Мне Это Безумно Не Понравилось Но Это Был Шанс Шанс Изменить Мою Жизнь Шанс Изменить Судьбу Когда Тебе Друзья Все говорят Мы Бедные Зато Честные Ну Что Ты Хочешь Вон У Богатых Родителей Дети Это Не Могут Нормально А Ты Куда У Тебя Все равно Ничего Не Получится Такова Наша Судьба Быть Бедным И Я Увидел Шанс Жесткий Серьезный Шанс Изменить Свою Жизнь Это Было Когда Я Был Первый Раз Я Естественно Бросил Как Большинство Из вас Наверняка Бросали Уже И Когда Я Пришел Второй Раз Сетевой Честно Я Ненавидел Сетевой Три Года Я Отговорил Огромное Количество Людей От Сетевого И Когда Я Пошел Второй Раз Сетевой Я Пошел Не Ради Успеха Я Перестал В него Верить Я Пошел Ради Одного Обучения Халявного Крутого Супер Божественного Обучения В сетевом Бизнесе Что-то Местового Сегодня Божественное Приел Странно К чему Я Пошел За Обучением Затем Что Если Ты Научишься Делать Что-то В сетевом У тебя Потом В жизни Будет Вообще Все Круто Чем Бо Ты Не Занимался И Действительно Так И Получается Я Тогда Даже Когда Пошел Я Даже Не Догадывался Насколько Это Круто И И Поэтому Даже Простите За долгую Привидию Это все Было Сказано К тому Даже Если Вы Не В сетевом То Что Я Сейчас Буду Рассказывать Это Действительно Полезно Для Всей Жизни А Говорить Мы Сейчас Будем С вами О Рекрутинге О Том Что Ребят Я вижу Там Вопросы Давайте Я В конце На Вопросы Поотвечаю Чтобы Не Сбиваться Мы Будем Говорить О Двух Основных Фишках Которые Больше Всего Важны В Рекрутинге Подписание Людей Но Тех Фишках Которых Вы Чаще Всего Допускаете Ошибки То Где Вы Чаще Всего Не Дорабатываете Мне Очень Интересно Напишет Ли Кто Из Вас В Чат И Сколько Будет Правильных Ответов На Где У Большинства Есть Действительно Косяк Недоработка Ну Вот Не Добиваете В этих Моментах Не Дорабатываете И Поэтому Не Получается Буквально Это Два Основных Момента Где У Большинства Людей Идет Недоработка Почитаю Анастасия Лайкер Пишет Прямо Десятку Про Родственников Это Я Еще Мягко Рассказал Закрытие Сделки Выявление Потребности Закрытие Сделки Потребности Закрытие Сразу Скажу Ребят Закрытие Сделки Это Правильный Ответ Это То Где Вы Не Дорабатываете В Рекрутинге Раз О Чем Мы Будем Сегодня Говорить А Второе Интересно Кто Смотрите Как мало Сразу Ответов Стало Когда Прочишь Просто Поставить Восьмерочку Или Семерочку Все Это Легко Тык А вот Как Только Надо Думать Уже Становится Сложнее Боюсь Ответственности Пишет Работа С возражением Страхи Закрытие Сделки Интересно Кто-нибудь Догадается Где Самый Главный У вас Косяк Большинства У 90% А Максим Пишет Присоединение Еще Какие Варианты У нас Есть Приглашение На презвую Закрытие Сделки Закрытие Сделки Ребята Вот Вы все Думаете Что у вас Хромает Только Закрытие Сделки Хотя На самом Деле Есть Еще Одно Кто-то Пишет Собеседование Окей Ладно Боюсь Отказа Боюсь Людей Система Включения Не приглашаем Лень Нет Рекрутинг Уже Пошел Чтобы Понимали Неконкурентность Конверсия Неконкурентность Милена Умничка Респект Уважуха Но Сегодня Не про Это Себя Плохо Продаем Уже Ближе Немножко Анализ Ситуации Вау Глубинно Презентация Слабая Промоушен Тоже Близко Внутреннее Состояние Нет Действия Первые Десять Секунд Еще Ближе Там Не обязательно Про Десять Секунд Мало Сыщи Выявление Потребности Неправильная Презентация Продолжение Приглашение На разговор Новых Людей Нет Ребят Все Вот Вы Пригласили Человека Те Кто Пишет Что Мало Дел Лени Еще Что Нет Вы Пригласили Человека Он Уже У вас На Встрече И Вот У вас Пошла Презентация Подписание Рекрутинг Есть Там Два Этапа В которых Вы Не Дорабатываете Не Присоединяются Втюхивают Первое Впечатление Ольга Вот В общем Ребят Это Называется Контакт Называется Установление Контакта Установление Взаимоотношений В которых Человеку Хочется У вас Купить Это Называется В Правильной Психологии В НЛП Мы Это Называем Раппорт Но Для того Чтобы вам Было Понятнее Мы Не Будем Сегодня Ругаться Матершинными Словами С наших Тренингов Которые Где Мы Учим Как Вы Это Делать Можете Быстро Легко И Мгновенно Я Сегодня Поговорю О Каких То Фишках Для Установления Раппорта Чтобы Было Понятнее Контакта Смотрите Два Этапа В которых У вас Идут Главные Косяки Этап Нумбо Ждите Выжигателем На лбу Блин Запомните Пока Не Установлены Взаимоотношения Пока Нет Контакта Не Суйся Продавать Ибо У Собеседника В голове Есть Один Классный Ответ На Вашу Продажу Кто Вы Не Догадаетесь Но Это Из Одной Современной Классики Современного Рэпа Хотя Уже Немножко Уже В классике Уже Стрелы Там Есть Такая Праза Ты что надо Ты мне что Втюхивать Пришел Ты мне Продать Что-то Хочешь Почему Я тебя Должен Слышать Почему Я тебя Должен Слушать Вообще Ты кто С какого Загуляла Что я Тебя Должен Слушать Я тебя Еще Не Уважаю Я Не Знаю Кто Ты Ты Для Меня Вообще Вот Просто Чужой Человек А чужой Человек Когда Мне Что-то Пытается Сказать Или Продать Что Мне Хочется Ему Сказать Goodbye Америка Блин До свидания Не Хочу Я тебя Слушать Как Только Появляется Контакт То есть Взаимоотношения Как Только У меня Появляется В голове Мысль О том Что А вот Этот Человек Интересный Просто Она Может Даже Так Не Сформирована Эта Мысль Но Мое Подсознание Моя Внутренняя Сущность Сказала Интересный Человек Даже Не Формулировая Всю Фразу Так Но Я Это Почувствовал Я Это Подумал Я Уже Начинаю На 80% Лучше Слушать Этого Человека Если Я Почувствовал Что Он Крутой Если Я Подумал Блин Какой Классный Человек Какой Интересный Все Я Начинаю Слушать Его Очень Качественно И Все Чтобы Он Мне Не Рассказывал Я Услышу И Скорее Тем более Если Он Крутой В том О чем Он Мне Рассказывает Но Как Только У меня Появилась Мысль О том Что Ты Кто Такой Давай До Свидания Ты Хоть Там Зазакрывайся Сделку Кто Кто Из Вас Написал Выяснение Потребности Ты Кто Такой Чтобы Я Тебе Свои Потребности Рассказывал Да Еще И Душу Открывал Рассказывал Что У меня На Душе Что Мне Хочется По Настоящему Я Буду Себя Вести Как Вы Наверняка Многих Видели На Встрече Он Сидит Ну Да Конечно Деньги Все Хотят Знаете Это Называется На Спасибо И По Внешнему Виду По Телу По Всему У Человека Еще Написано Ты Кто Такой Тебе Что Надо А Ты Ему Говоришь Итак Мы Поговорим С вами О Нашей Компании О Нашем Продукте Наших Возможностях С Кем Поговоришь С Врагом Я Специально Утрирую Он Не Враг На Данный Момент И Ты Ему Еще Не Враг Еще Ты Еще Не Начал Втюхивать Но Пока Абсолютно Левый Чужой Человек Который Тебя Не Собирается Слушать Которому Ты На Фиг Не Нужен Понимаете Как Можно С Ним Сейчас Разговаривать Как Можно Ему Что То Сейчас Пытаться Продать Как Можно Ему Рассказывать О Компании Как Можно Ему Рассказывать О Маркетинге Когда Ты Никто Леш Потерять Раппорт Это Не Просто Потерять Он У Тебя Еще Не Создан Это Значит Пойти В Минус Раппорт Минус Контакт Тут Хотя Был Нулевой И Только Появлялись Мысли О Том Что Ты Кто Такой Еще Не Негативные Просто А Ты Кто Такой И Ты Ему Начал Продавать У Него Да Ты Кто Да Ты Фу Пошел Вон Сначала Наладить Контакт Как только Есть Контакт Можно Начинать Уже О деле Говорить Вы Думаете Восточные Самые Лучшие Продавцы Это Восток Вы Думаете Почему На Востоке Вообще Не Принято С тобой Даже Разговаривать Не Будут Если Ты Чаю Не Попил С Человеком Если Ты С Нем О Жизни Не Поговорил Я Помню Я Жил В Таджикистане Строил Бизнес В Таджикистане Я Пошел На Рынок Покупать Арбузы Я Подхожу Просто Говорю Здравствуйте Почему Арбузы Он Говорит Столько То Я Не Помню Три Самона Что Либо Я Говорю Окей Беру Он У меня Посыл Я Не Продам Я Удивился Почему В итоге Я Все С Разговорился В итоге В итоге Выяснилось Почему Он Не Захотел Продавать Арбуз Я С ним Не Поговорил Я Ему Не Сказал Вау Какие У вас Интересные Арбузы Я Не Начал Торговаться Я Не Начал Говорить О Том Что Хоть Что Нибудь Надо Было Поболтать С Ним И Тогда Он Мне Эти Арбузы Отдал Дешевле И Отдал А тут Он Мне Продавать Даже Не Захотел Потому Что Ты Кто Такой Даже На базаре На востоке А мы В жизни В обычной Превращаемся В продавца Консультанта Который Начинает С первой Секунды Говорить Смотри Какая у нас Компания Наша Компания Лучше всех А ты Слышал Наш Президент Простите Видимо Достибался И какой-то Президент Меня не Взлюбил Вернее Сетевик Ой Марта Пишет А зачем Тогда Согласился На встречу Если звать Меня Никак Слушай Удивительно Зачем Согласился На встречу Видимо Где-то Чуть-чуть При назначении Встречи Еще Было Хорошо Потому Что Если Ты Даже Умеешь Себя Продать Еще По Телефону И Еще Создать То О чем Говорил Костя Свой Бренд Соцсети Чтобы Он Тебя Может Видел Где-то В соцсети Это Твой товарищ Вы Давно Не Виделись Но Он Продаешь Тем Меньше Чек Людей Приходит На встречу Вы Замечали Что Чем Круче Человек По Жизни Тем Легче Ему Делать Этот Бизнес Потому Что Он Берет Телефон И Говорит Привет Есть Дело Давай Встретимся Поговорим И Какое Тебя Дело Че У Тебя Там Помните Какое Твое Житие Пес Мерзящ А У Него Еще Негатив Но Никак Ты Взятость Ты Никто И Чем И Кстати Кто-то Может Сейчас Сказать Ну Блин Если Я Никто Пойду Убью Себя Об Стену Нахрен Бизнес У У меня Поэтому Не Получается Ребят Я Когда Пришел В этот Бизнес У Был Абсолютно Никто Но Потихоньку Работая 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 В этом Бизнесе Ты Нарабатываешь Новых Людей Вокруг Себя Ты Нарабатываешь Новые Навыки Ты Становишься Кем То Сначала Причем Начинаешь Казаться И Когда Говорят Нельзя Казаться Надо Быть Херь Полная Для Этого Бизнеса Надо Сначала Начать Казаться А Потом Потихоньку Начнешь Быть И Потихоньку 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 У тебя Появляется Новое Окружение У тебя Появляется Другое Отношение К тебе У тебя Все Получается Ты Становишься Успешным Либо Другой Выбор Оставаться Никем Всю Жизнь Расстроиться Сказать Ну Блин У меня Не Получается Потому Что Я Никто Блин У меня Хреновая Репутация Там Нарабатывай Ольга Пишет Утепляйтесь Правильно Как быть С холодным Кругом Находить Контакт Как С холодным Кругом Находить Контакт Об этом Я сейчас С вами Буду Говорить Не с холодным Вообще Со всеми Первое Несколько Фишек По Установлению Контакта Первое Погнали Искренне Интересуйтесь Человеком Забудьте К чертовой Матери Что вы Пришли Продавать Забудьте Словите Амнезию Блин Вы Не Пришли Продавать Вы Пришли Познакомиться С человеком Он Может Быть Интересным Он Может Вышивать Крестиком Левой Ногой На Брезентовом Полотне Проволокой Я не знаю А вы всю жизнь Мечтали Научиться Вышивать Крестиком Левой Ногой Я специально Сейчас утрирую Угораю Он Может Уметь Печь Вашу Любимую Булочку Он Может Уметь Играть На том Музыкальном Инструменте На котором Вы Обожаете Слушать Или Вы Мечтаете Научиться Он Может Уметь Знать Знакомых Каких Нибудь Которые Что-то Нужные Полезные Могут Оказаться Вам Забудьте Про то Что Вы Пришли Продавать Это Полностью Забудьте Человек Перед Вами Он Живой Он Уникальный Он Интересный И у Него Там Свой Мир В Его Башне Такой же Как Вашей И Немножко Поставить Себя На Его Место Уже Позволит Вам Больше Понять Этого Человека Чего Он Боится Возможно Сейчас Поговорите С ним Искренне О Нем Человека Много Может Говорить С удовольствием Но С Наслаждением Только О Себе Поговорите О нем Позадавайте Ему Вопросов Но Только Не На Допросе Сколько Вам Лет Где Вы Учились Зацепляйтесь За что-то В разговоре И Про Это Задавайте Уточняющий Вопрос Он Пришел И Вы Увидели У него Пальто Какой-то Фирмы Или Какого-то Цвета Скажите Как Классно Вы Знаете Это Действительно Я слышал О том Что Люди Которые Носят Такой Цвет У них Ассоциируется С Серьезностью Принятия Решений Вы Наверное Очень Серьезный Человек Нет Да Вы Что Кто Вы По Профессии Давайте Посмотрим Ага Вы Бухгалтер А Говорите Несерьезный Это Как Раз Принятие Решения Кстати Всегда Восхищался Людьми Которые Занимаются Серьезными Цифрами Бухгалтерия Это Большая Ответственность Кстати Тоже Репетируется На Тренингах Играете Между Собой В Бредогенератор Репетируете Его Вы Начали С ним Говорить Но Параллельно Вы Узнаете Что О нем Постоянно А Самое Главное Делаете Ему Комплименты Это Второй Момент По Установлению Контакта Комплименты Только Комплимент Не надо Делать Дежурные Серии Вы Так Прекрасно Выглядите Давайте Поговорим О деле И Подпишем Вас Дежурный Слишком Комплимент Не Работает Вы Прекрасно Вы Вы Так Красив Вы Умны Надо Поговорить О чем Конкретном Проще Всего Делать Комплимент Следующим Образом Если У кого-то Звук Пропадает Идите На Ютьюб Там Звук Не Пропадает Девочки Скиньте Ссылку Еще Раз На Ютьюб Поговорите О чем-то Конкретном Вы Увидели У него Пуговица У пиджака Интересная Вы Увидели У него Часы Интересные Вы Увидели У нее Ресницы Красивые Вы Увидели У нее Сережки Вы Увидели Левый Ноготь Правой Ноги Я Не Знаю Вы Что-то Увидели В Человеке Что-то Без Разницы Что Что Вам Показалось Симпатичным Важно Не врать Вам Должно Показаться Что-то Симпатичным В любом Человеке Можно Найти Прическа Вы Увидели Что-то Прикольное В человеке И Вы Берете И Это Преумножаете По Много Раз Вы Говорите Блин Как Классно Слушайте Мне так Нравится Цвет Самое Интересное Знаете Я Действительно Любитель Красного Цвета И Вот Такой Блин Никогда Не Видел Чтобы Был Ежедневник Я Хотел Все Купить Понимаете Вы Можете Оттуда Перенести На То Что Человек Который Обладает Таким Вкусом Может Ла 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 Кто-то Пишет Это Нормально И Просто Делать Вживую А Как Если В Скайпе Да Очень Просто Ребят Вот Вы Сейчас Меня На Видео Видите То же Самое Вы Видите На Скайпе Вы Видите Человека Возьмите Сделайте Ему Какой Нибудь Комплимент Исходя Из Того Что Вы Видите Если Вы Не Видите А Только На Голосе То У Вас Дерьмовые Переговоры Ибо Нельзя Вести Переговоры Только На Голосе Потому Что Для Этого Мастерство Должно Быть В Несколько Раз Выше Для Того Чтобы Считывать Голос А Нет Голос И Картинку С Голосом И С Картинкой Легче Потому Что Когда Человек Скривил Лицо И Говорит Ну Да Интересно Вы Понимаете Что Только Что Было Сказано Пошел Нахер Со Своей Фигней Ну Да Интересно Так Интересно А Да Это Это Возможность Но Вы Видишь Человек Мотает Головой Он Скривил Лицо И Так Далее И В Этот Момент Можно Поменять Ход Переговоров Сказать Ну Да Я Понимаю Что Это Интересно Действительно Но Мне Кажется Что Гораздо Важнее Будет Поговорить О Продукте Потому Что Вы Видели В Том Что Когда Вы Говорили О Продукте Человек Улыбался И Кивал И Когда Вы Начали Говорить О Маркетинге У Него Воскривилось Лицо Вы Можете Перейти Назад На Продукт Потому Что Вы Видите Кстати Следующая Фишка По Контакту Не Только Контакту Вообще По Всем Переговорам По Контакту В общем Долго Говорить Не Буду У нас Времени Не Хватит Чтобы Я Все Разобрал С Вами Важно Третью Фишку Вам Подарю Сразу Быть Гибкими Вот Сейчас Об Этому Заговорили То Если Вы Видите Что Что Не Идет Значит Что Не Туда Не Идет Не Получается Человек Значит Скорее Всего Либо Ты Накосячил В Контакте Где Контакт Не Установлен Либо Ты Сейчас Что Рассказываешь Что Ему Не Надо Попробуй С С Третьей С Тороны Подъехать Попробуй С Пятой С Тороны Подъехать Вот Костя С Вами Сегодня Разговаривал У Него В Этому Супер Талант Он Настолько Мягко Обходит Любые Заходы Видимо Социальная Инженерия С Этой С Социальной С С С Думаем Не Только О С С С С С С И Мы Разворачиваемся Разворачиваемся И подходим К нему С другой Стороны И все Получается Дима С Максимом Тут вообще Про них даже Говорить не буду Про это Потому что Это Супер Профессионалы Именно В Переговорах Они Обучаются Переговорам И они Обучают Переговорам На протяжении Многих Лет Супер Профи Именно В этом Мы Говорим На тренингах Очень Много Об этом Как Заметить Что Человек Что Происходит И Перестать В это Время Быть Вот Тем Напыщенным Унтюком Который Пришел Рассказывать О своем Бизнесе Я Сказал Сначала О Компании Потом О Потом О Втором Потом О Третьем Потом О Четвертом И Мне Похер Что Тебе Второй Мой Инструмент Не Нравится Мой Продук И Я Буду О Нем Рассказывать Все Равно Потому Что Я Так Решил Нафиг Все Свои Я Так Решил Как Клиент Себя Ведет Туда И Подстраиваемся Поворачиваем Заворачиваем В ту Сторону Куда Нам Надо И В Общем Гибкость Это Самая Важная Фишка Проверяется Одним Состоянием Клиента По Телу Читаем И Кстати Ребят Если Человек Закрылся Якобы Руки Он Положил Не Обязательно Закрылся Скажите Я Сейчас Закрыт Или Нет Чуть Чуть Видно Я Закрыт Или Нет Напишите Кто Считает Что Да Или Нет Мне Интересно Так Я Или Нет Где У Нас Там Чат Живой Неживой Если Закрыт То Да Если Не Закрыт То Нет Так Я Закрыт Сейчас Я Пока Почитаю Что Там Писали Красно Белое Мальчик Спасибо Мне Тоже Нравится Кто Пишет Нет Подождите А Какие Руки На Груди Скрещенные Ноги Ноги Тоже Скрещены Да Ноги Тоже Скрещены Кто Пишет Да Даже Закроешься Я все равно Увижу Мамочки Ирина Я уже боюсь Нет Пишет Ты чудный Спасибо Улыбка В данный момент Да Кто-то пишет Закрыт Кто-то пишет Закрыт Ура Я Ждал этого Ребят Если вы начитались Алана и Барбару Пис Про язык телодвижения Если вы насмотрелись Сериала Обмани меня И Прочую херню Это чушь Поймите Одну самую Интересную вещь Ребят Если человек Положил руки Вот так Ему может быть Так просто Удобно Почему люди Вот правильно Вот сейчас Прямо читаю Любовь написала Мимика И голос Открытый И позитивный Какой нахрен Закрыт Я весь На позитиве Открыт Всей душой А то что руки Так положил Блин Холодно Мне Я специально Кондиционер Отключил На время тренинга Чтоб не засыпать И мне холодно Я немножко Замешь Поэтому я руки На груди Сложил А когда Ноги на ногу Положил Человек То может быть Он просто Ну сидеть ему Так удобно Привычка у него Такая дурацкая Есть у нас Ребят в чате Кто-нибудь Кто любит сидеть Ногу на ногу Если есть Поставьте Пятерочку В чат Что вы Любите Сидеть Ногу На ногу А Вот кто Пишет Надо Смотреть На позу Ну что Я ногу На ногу Положил Я люблю Так сидеть Понимаете А еще Я Может быть Ногу на ногу Или давайте Не я Кто-то Хотя со мной Тоже бывает Я тоже человек Ногу на ногу Человек Положил Да писать Он хочет Сейчас Писать Он не закрылся В туалет Ему бедному Охота Понимаете Надо смотреть На комплексность Что у него Выражает лицо Что у него С голосом Он отклонился Или Наоборот К вам Склонился Да Ногу на ногу Он положил Он зажат У него Тело зажато Или ему Просто Это нормально Это единственный Индикатор Кто там Что это было Единственный Индикатор Мне интересно В общем Марта пишет Иногда банан Это просто банан Ну да Так и есть Ногу на ногу Положил Почему Просто ему Так удобно Сидеть А Считывайте Что происходит С собеседником И самое важное Ребят Что надо Считывать Это изменение Вот я сейчас Говорил Он был открыт И все было хорошо А вот Я что-то Ляпнул Звезданул Так звезданул Человек Развернулся Его Отклонило У него Лицо Скорчилось Он начал Смотреть Вбок Вау А я Дебил Продолжаю Об этом Говорить Не-не-не-не Я вижу Он изменился Значит Он изменился Потому что Ему Начало Не нравиться То что Я говорю До какого Икса Об этом Говорить Надо Развернуться И начать Говорить С того момента Где ему Нравилось А потом Подъехать К тому Куда Вам Надо С другой Стороны И может Быть Получится Тогда И рекрутинг Будет На более Высоком Уровне Последнее О чем Хотел С вами Поговорить Это Про Сделку Но У нас Чет Время Не Сильно Позволяет Но Давайте Несколько Секунд Про Сделку Первое Важные Фишки Не бояться Брать Деньги А вы Всего Лишь Рассказываете Вы Всего Лишь Информационный Носитель Если Ваша Не бояться Рекомендовать Не бояться Додавливать Если Ваша Знакомая Девочки Вы Пошли Со Знакомой С Подругой Возможно Вы Пошли С ней В магазин Покупать Платье Себе Ей И так Далее Вот Она Меряет Платье Которое Вам Это Подруга Страшнее Вас То есть Она Вам Не Конкурент Но Она Хороший Человек Вы Ее Любите И Она Меряет Это Платье И Оно Ей Правда Круто Идет А Что Вы Скажете Она Будет Сомневаться Вы Не Знаю Брать Или Не Брать Ну И Не Знает Пошли Дальше Нет Вы Скажете Да Бери Ты Что Дура Смотри Какое Классное Платье Тебе Так Идет А Бери Понимаете Надо было Все таки На мальчиках На мальчиках Понятнее Мужики Вы Вошли Вдвоем Куда-то Ваш Друг Что-то Меряет Например Ему Реально Идет Что Вы Скажете Я даже Не беру Что Конкурент Не Конкурент Потому что У мальчиков Этого нет Вы Скажете Сразу Бери Дурак Что Смотри Какая Классная Штука Покупай Даже Не Думай Потом Полжизни Жалеть Будешь Блин Как Тебе Идет Какая Охрененная Вещь Почему Мы Когда Рекомендуем Человеку Наш Товар Сетевом Мы Ведем Себя По-другому Мы Ведем Себя Как Унылые Какашки Которые Говорят Ну Бери Ну Это Хорошо Это Правда Мы Мямлим Как Фу Блин Люди Ему Эта Вещь Нужна Ему Эта Товар Эта Услуга Которую Вы Продаете Нужна А Если Нет У вас Дерьмо А не Товар И Идите Нафиг А нет Может быть У вас Хороший Товар Просто Этому Не Нужна Но Если Вы Сомневаетесь Что Людям Нужен Ваш Товар Меняйте Компанию И Идите Туда Где Вы Будете Любить Товар Это Важно Я сказал С самого Начала Ты О Человеке Что Ему Нравится Зачем Ему Это Что Ему Сделать Лучше Этим Товаром Этой Услугой Поэтому Не бойтесь Брать Деньги Не бойтесь Настаивать Вы же Настаиваете Смотрите Как только Вы Настаиваете Ради Своей Выгоды Есть Такие Чудеса Знаете Ну Купи Ну Подпишись Ни одного Человека Не хватает Для того Чтобы Статус Закрыть Ну Давай Ну Подпишись Это Все Вы Убили Этого Человека И Вам Надо Пойти Самим Убиться Об стену Потому Что У вас Мозгов Нет Причем Здесь Ты И Он Купи Когда Ты Говоришь О Своих Целях О Своих Потребностях Ты Уничтожаешь Сделку Когда Ты Говоришь О Его Целях И О Его Потребностях Ты Приближаешь Сделку Кто Своего Товара Нет Я Должен Понимать Что Товар Охерительный Смотрите Простой Пример Например Сегодня Кто Создаст Компанию Которая Будет Продавать Желандские Колготки Которые Невозможно Порвать Ты Хоть Их Гвоздем Царапай А не Порвешь Я Блин Пойду Работать В Эту Компанию Буду Ли Я Их Носить Сам Нет Но У меня В жизни Было Много Женщин Я Даже Был Женат И Я Знаю Как Девочки Любят Уничтожать Колготки И Как Это Обидно Когда Колготки Куплены Только Что Ты Купил Ей Колготки Она Открывает Новую Пачку Начинает Одевать И Ой Ты Только Что Денег Порвала Вот Прямо Только Что Новые Вот Взяла И Вот Купила Порвала Надо Ли Их Носить Мне Самому Колготки Чтобы Понимать Что Нервущиеся Колготки Это Прямо Охрененно Круто Не Надо Надо Ли Понимать Что Действительно Продавать Могу Ли Я Сегодня Продавать То Что Я Сам Не Пользую Но Люблю Понимаю Что Оно Круто И Оно Может Решить Вопросы Человека Вот Что Важно Продавать То Что Ты Любишь И Понимаешь Что Это Может Быть Круто Для Человека Что Это Может Решить Его Потребности Но Нужно Ли Пользоваться Самому Могу Ли Я Сегодня Продавать Я Не Знаю Там О Какой Нибудь Сталилитейный Станок Станок Для Прокатки Вальцовки Стали Для Того Чтобы Делать Из Брусков Проволоку Вообще На ура Могу Продавать Хотя Я Буду Этим Пользоваться Сам Но Я Знаю Насколько Важна Проволка Для Создания Цепей Там Цепочек Плести Я Ювелиром Когда-то Был Я Могу Рассказать Об Этом Станке Классно Чтобы Его Купили Кто Пишет Средство От Храп Да Я Могу Сам Не Храп Но Я Прекрасно Понимаю Насколько Важно Средство От Храп Так Что Любить Товар Это Самое Главное Ребят Простите Я Немножко Отвлекся В Эту Сторон Дальше Про Сделку Не Бойтесь Брать Деньги Не Бойтесь Додавливать Вот Наверное На этом Сегодня Мы Закончим Это Самую Главную Вещь Расскажу У меня Есть Очень Жесткая Метафора И Здесь Я Сейчас Не Про Товар Я Сейчас Про Сетевой Бизнес Как Решение Для Большинства Людей Изменить Говенную Жизнь Ну а Как Можно Назвать Жизнь В которой У тебя Ипотека На Полвека В которой У тебя Нет Денег Постоянно Ты Постоянный Финансовый Импотент Мистер Хочу Но Не Могу А Когда Ты Читаешь Справа Налево То есть Ты Сначала Смотришь Цены А потом Ты Смотришь Что Ты Будешь Есть Что Ты Будешь Носить На Чем Ты Будешь Ездить Когда Твои Подарки Близким И родным Идут Не от Души А от Кошелька Ну и Т.д. И Т.п. Говенная Жизнь И когда Сетевой Маркетинг Это Шанс Изменить Эту Жизнь Для Большинства Людей У Кого То Может Быть Не До Такой Степени Все Плохо Но Простите Меня Когда Ты Зарабатываешь Две Три Тысячи Долларов Ты На Квартиру Все Равно Будешь Копить Двадцать Лет Это Тоже Нехорошо Это Наверное Хуже Чем Три Стоп Долларов Месяц Потому Когда Есть Три Стоп Долларов Месяц Ты Хотя По-прежнему Нищий Но Теперь Ты Не Веришь Что Ты Нищий Теперь Ты Не Признаешься Себе Что Ты Нищий Теперь Ты Не Зол Ты Не Пойдешь Добиваться Вот В чем Вопрос И Когда Ты Боишься Дожать Человека До Сделки Ты Боишься Надавить Ты Боишься Еще Что То Вспомни Одну Простую Мысль Он Идет В Нищету Он Уже И У Него Все Плохо А Будет Еще Хуже И Тебе Плевать На Этого Человека Если Ты Не Пытаешься Его Дожать Ну Ты Забил На Него Ну Идешь Ты В Нищету Ну И Хер С Тобой Будь Нищим А Я Пойду Дальше Своей Дорогой Я Стану Успешен У меня Будет Все Хорошо В Жить А Ты Тьфу Реальная Тропинка В лесу Вот По ней Идет Человек И Это Ваш Родной Человек Какой-то Близкий Дорогой Вам Человек А Вы Знаете Что Впереди Через 200-300 Метров Свернуть Некуда Здесь Единственный По сути Поворот Сейчас А Он Идет Прямо А Вы Знаете Что Там Минное Поле Понимаете Ты Знаешь Что Там Впереди Минное Поле Ты Уверен Тысячи Людей Которые Прошли По этой Тропинке Остались Нищими То есть Взорвались На Мине Их Кишки Разбросало По деревьям Переводим На русский Язык Работают На двух Работах Имеют 8 кредитов И одну Ипотеку И у них Полная Жопа В семье Потому что У них Идут Скандалы Из-за Бытовухи Они Не могут Отдать Детей В нормальные Учебные Учреждения У них Полная Шесть И ты Знаешь Что этот Человек По этой Дороге Туда Идет Сейчас Он Идет Сейчас Туда В свою Нищету Только Давайте Поменяем Нищету На Мину И на Смерть Как ты Будешь Останавливать Своего Родного Человека Ты Будешь Ему Говорить Ой Ну Ты Знаешь Ну Не Ходи Туда Ну Почему Ты Меня Не Слышишь Знаешь Тебе Не Надо Туда Не Не Ходи Ты Знаешь آپ Это Уныло Говно Мямля Знаете Большинство Сетевиков Мямли В момент Закрывания Сделки Они Мямля А не Боятся Передавить Они Это Это Нужно Ты Так Будешь Останавливать Своего Родного Человека Или Ты Будешь Жестко Его Останавливать Или Ты Будешь Хватать За Ники За Ноги Я Не На На В конце Возьмешь сторону, но не позволишь ему пойти и сдохнуть, вы позволяете, вы не закрываете сделку, потому что вы мямлите, вы очень нежные, когда давлю прямым текстом, Максим правильно рядом пишет, жопу рисовать, посчитать с ним вместе, что с ним будет, у меня есть любимая фраза, покажи мне другой путь и я пойду с тобой, пипец, меня это просто убивает, и она закрывает сделки, но у меня человек говорит, ну я не уверен, окей, покажи мне другой путь, вот мы с тобой сейчас только что посчитали, тебе для того, чтобы купить квартиру надо либо копить 30 лет на твоей странной работе, либо получить второе высшее образование и копить еще 30 лет на другой странной работе, просто уже с двумя высшими образованиями и убив еще пять лет на второе получение, получение второго высшего. Либо тебе надо зарабатывать с завтрашнего месяца 300 тысяч рублей в месяц и тогда ты купишь свою квартиру через два года, а не через 30 лет. Покажи мне вариант, где ты можешь сегодня без вложений зарабатывать 300 тысяч рублей в месяц. Ну у вас же есть вложения, какие 500 долларов, ты дебил что ли? Тысяча долларов, какие это вложения? Покажи мне другой бизнес, которым тысячу долларов вложит, ты можешь получать вот такие результаты. Давай, покажи мне другой путь и я пойду с тобой, посчитайте с ним цифры. Я пошел в сетевой только по этой причине, я не видел другого пути. Разбивайте вместе с ним, думайте, разбивайте другие пути, другие варианты и все. Правильно Зарина пишет, когда цена вопроса жизни, то нужно выбирать, 100% гарантированный вариант. Здесь получится, там не факт. Ну я пойду открою традиционный бизнес. Окей, иди открывай. Видел, сколько их открывается, сколько их закрывается через год? 90% ты в курсе, что тебе там никто помогать не будет, что ты в долги залезешь. Здесь у тебя вложение тысяча баксов. Покажи мне другой вариант, где тебя будут учить, где тебе будут помогать. А вариантов-то, оказывается, и нету. Поэтому и приходится идти делать. Нравится, не нравится. Додавливайте. Техники конкретные по как конкретно делать, как говорить, конкретные скрипты. Сегодня разбирать не будем. Времени не хватает на это все. На следующих наших тренингах я сейчас подвечаю чуть-чуть на вопросы, буквально там на 5-7 минут. Приходите на тренинги, подписывайтесь на телеграм-канал, там будем больше разбирать. Сейчас пока пойду в наш чат, где мне должны были копировать вопросы. С холодным кругом находить контакт. Проговорил. Про скайп проговорил. Так, на голосе работать надо аудиалом быть, только и всего. Не понимаю вопросы, на самом деле, для того чтобы... А, на голосе я понял, чтобы через скайп работать только голосом. В этот момент имеет смысл закрывать глаза, маленький такой рецепт, да, и вообще развивать аудиальную модальность можно. Когда кто-то спрашивал, есть ли люди, которые работают на всех трех модальностях, есть, чаще всего это вот люди по типу Димы, меня, Максима. Это люди, которые на протяжении многих лет работают с тремя модальностями и обучают людей работать на всех трех модальностях. Это переговорщики или тренера-психологи. Но это я к чему сейчас говорю? Вы можете развить в себе любую модальность. Просто ее нужно тренировать, 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 тренировать. Хорошо ли копировать успешного человека? У меня сын так делает. Да, конечно, хорошо, прекрасно и даже очень круто. Кстати, ребят, маленький секрет. Когда вы приходите в этот бизнес, сетевой имеется в виду, копируйте успешных людей. Я вам могу сказать, признаться, когда я пришел в сетку, я выбрал себе там трех кураторов, трех спонсоров, которых я копировал. Они причем были даже из разных компаний. Один был мой спонсор, один был из параллельной ветки, но в моей компании, а один был вообще не из моей компании даже, но я знал его специфику работы. Он в первой компании мне помогал, которую я бросил. И меня даже немножко потом напрягало на тему того, что блин, я это не я, я просто копипаст, я просто копирую, я держу мой стиль и так далее. Ребят, прошло много лет, ну тогда немного, тогда там два-три года, и у меня появился полностью свой стиль и по сегодняшним отзывам я даже превзошел несколько своих спонсоров. И вообще другой стиль и все хорошо. Поэтому не стесняйтесь копировать, это хорошо. В этом бизнесе нету плагиата, в этом бизнесе, да и слово нету, нет. Нет плагиата, и в этом бизнесе есть только дубликация. Так, родные как раз и не слышат, и крут туда, и в глазах идет, опять куда-то вляпывавшийся. Показывайте родным. Родные как раз меньше всех слышат. Показывайте им результат. Результатом родных можно либо развернуть полностью, либо сделать в итоге результат. Вот, например, я перестал бороться со своей семьей. Я перестал пытаться засовывать их куда-то в сетевой маркетинг. Нет, просто моя семья, то есть сестра и папа, я им помогаю. Они за мой счет ездят путешествовать, я им помогаю там где-то какими-то финансовыми вопросами периодически. Не скажу, что всегда, но у меня все равно остается внутренняя задача научить человека, но я немножко помогаю. Поэтому, ну, родные им надо помогать. А остальным, я имею в виду, относитесь как к родным. Вот перед тобой человек сидит и подумай, а у него же дети или будут, а у него семья. И он их всех тащит в нищету, потому что он сам туда лезет, а ты сейчас боишься на него чуть-чуть поднадавить. Что за хрень? Дальше. В каком возрасте бросили? Был вопрос. В 18 лет. Кто делает сетевиками, кто во всевозможных компаниях и пирамидосах? Есть смысл их рекрутировать? Если вы сможете этих сетевиков, но я бы не назвал их сетевиков, пирамидосниками бы назвал, если вы их сможете зажечь и привязать к себе, не к компании, а к себе, как к бренду, как к спонсору, как к наставнику, да, то, возможно, они будут меньше прыгать. Но самое главное, не давать им авансированного доверия. Если меня слушают сейчас лидеры, не давайте авансированного доверия вновь пришедшим лидерам, потому что они могут оказаться псевдо-лидерами и могут в итоге забрать потом сети, бросив вашу компанию, забрать с собой еще ваших людей. Поэтому авансированного доверия не давайте, давайте доверие, то есть промоушен и еще что-то, когда они уже добьются большого результата. А если презентация на несколько человек и что-то сказал, одних реакция одна, других другая, что делать в такой ситуации? Быть полимодальным, стараться говорить для большинства. И если ты видишь, что у большинства все хорошо, продолжай в том же духе. Всегда будут кто-то, кому вы не понравитесь, это абсолютно нормальная ситуация. Вы не представляете, сколько есть людей, которые меня недолюбливают как спикера, что я слишком жесткий, что я слишком прямолинейный, что я слишком давлю, что я периодически включаю режим бога, сделай так. Я периодически использую километр сленга. Но я знаю, что этих людей единицы. И, к сожалению, мне приходится ими жертвовать ради большинства, которые благодаря моей вот этой манере работы получают бешеные результаты и идут отзывы самые крутые, что после моих тренингов взрывается мозг. А если он жертвяк сопротивляется насильно тащить родственников, возможно, можно иногда и насильно. А остальных насильно насиловать не надо на самом деле. Ребят, поймите одну простую штуку. Вы через некоторое время словите вот тот уровень жесткости, на котором можно додавливать человека, но не передавливать. Но сначала научитесь просто хотя бы давить, потому что большинство из вас, я просто уверен в этом, просто мямли, когда закрываете сделку. Потому что как только человек начинает закрывать сделку, он почему-то чувствует какую-то неуверенность, неуют, я же деньги какие-то, ой, а вдруг, а че? Поэтому перестаньте об этом думать в этот момент, а думайте о том, что вы человеку даете на самом деле добро, вы его на самом деле спасаете, вы его на самом деле вытаскиваете из тропинки в нищету. Вот о чем думаете. Ребят, я прошу прощения немножко за то, что я сегодня включил жесткость, но я знаю по отзывам, что это иногда помогает очень сильно. Вообще хотел бы, чувствую, что давно не проводил вебинаров вам на тему того, как поменять свое мышление в сторону успешного мышления, как подойти своими мыслами к тому, чтобы заставить себя шевелиться. И все-таки, ну, такое, знаете, логика живая, здоровая. Я думаю, что мы в новом году обязательно по этому поводу вебинаров проведем. Пока пишите вопросы в чатах, подписывайтесь на телеграм-канал. Единственную рекламу сегодня сделаю, Антон, киньте сюда ссылку на телеграм-канал, вдруг кто-то не подписан. Заходите на телеграм-канал, подписывайтесь туда, потому что там мы объявляем о всех вот таких трансляциях, чтобы вы никогда не забывали. Спасибо вам, что были с нами, поздравляю всех с потрясающими праздниками. Евреев с прошедшей Ханукой, католиков с Рождеством и всех остальных, и вообще всех вместе с нами. С Новым годом, ребят, с наступающим. И помните, что когда вы поднимете бокал на новогоднем празднике и скажете, выпьем же за то, чтобы следующий год стал лучше предыдущего. Я хочу, чтобы вы помнили, чтобы следующий год стал лучше предыдущего. Надо не пить за это, а надо что-то делать. И делать. Если вы это будете делать каждый день и будете на позитивном настрое, с правильными эмоциями, которые вы сделаете себе благодаря Максиму, с правильными техниками от Димы, меня и Кости, вы добьетесь максимальных результатов. Главное делайте. С Новым годом. Намасте, ребят. Пока-пока. Счастья.